Доброе утро, уважаемые коллеги! Продолжаем наш курс, посвященный Мальдивам, нашу весеннюю неделю Мальдив. Сегодня у нас четвертый, практически финальный день нашего обучения. Поставьте, пожалуйста, огонечки в чат, что меня видно и слышно. Вот я смотрю уже, огонечки появились. Ну, сейчас подождем буквально несколько минут, пока все к нам присоединятся. Еще раз напомню, меня зовут Дарья Домостроева, я официальный представитель туроператора Интурист. Интурист в старейшей компании России, туристической мира. В этом году нам исполняется 95 лет. И, конечно же, мы проведем и серию мероприятий, и традиционные наши фан-трипы, выезды, и различные форумы и так далее. Будем проводить различную активность в социальных сетях, поэтому, пожалуйста, подписывайтесь на нас, подписывайтесь на наш телеграмм Интурист.Про, пишите туда вопросы, всегда постараемся быть на связи и вам ответим. Значит, что хочу сказать. Сегодня у нас четверг. Ждет нас встреча с тремя замечательными проектами и четырьмя отелями. Это Redison Blue Resort Maldives, J.A. Resort популярный, известный. Наверное, прежде всего, многие знают отели J.A. в Американных Арабских Эмиратах. Очень большим спросом там у нас эта сеть пользуется. И отели Robinson. Два прекрасных отеля на Мальдивах тоже о себе все расскажут. Доброе утро еще раз, коллеги. Всем спасибо всем, кто к нам присоединился. Прошу еще раз всем поставить огонечки, что меня видно и слышно. И давайте буквально минутку с вами еще пообщаемся. Напишите, пожалуйста, поставьте два плюсика, если вы были вчера. Три плюсика, если, то есть, получается, понедельник, вторник, среда. Да, три плюсика, если вы слушали все три предыдущих дня. Вот, спасибо большое, вижу. И напишите, пожалуйста, из какой отель, из вот всех тех презентаций, которые вы послушали, вам, так сказать, понравился больше всего, что хотелось бы забронировать. Тоже очень интересно узнать. Ну и да, вот уже Михаил пишет, записи вебинаров будут. Да, наконец-то наша команда доделала все видео предыдущих дней. Сегодня в течение дня вам на почту придут записи всех вебинаров. Я заранее предупреждаю, что там более 12 часов записи, поэтому потребуется время, чтобы это все пересмотреть. Но проблем сдать тест не будет. Завтра с утра приходите, подведем итоги, обсудим, какие вебинары, что понравилось, что не понравилось. Что бы хотелось, о чем хотелось бы узнать еще, стоит ли нам продолжать, например, провести осеннюю неделю, Мальдивс, например, да, по каким еще направлениям сделать такие обучающие курсы. Напомню, что для вас все это, естественно, бесплатно дает возможность получить базовые знания о продукте и начать его более-менее профессионально продавать, потому что вы знаете, что подтвердиться в рекламный тур на Мальдивах не так уж просто, да, нужны активные продажи по Мальдивам, чтобы, активные продажи через Интурист, чтобы не только наш отдел Мальдив, но и партнеры там, которые подтверждают нам того или иного кандидата в фантриб, вас подтвердили. Поэтому самый простой способ – это приходить на наши вебинары, слушать, общаться с нами, получать базовые знания. Ну вот я вижу, Мэвин Пик понравился, кому-то Аутриггер, ну и Фуру, да, и Фуру – это звезды, конечно, вчера были. Но действительно для каждой своей, для каждой аудитории подойдут совершенно разные проекты. Значит, пора нам уже потихонечку переключаться и начинать презентации наших отелей. Вот сколько должно быть заявок на подтверждение инфотуры на Мальдивы или сумма в рублях. Юль, вы знаете, должна быть вот в текущем году хотя бы там несколько заявок по Мальдивам, причем если это будут какие-то еще там пять звезд, то отлично вообще. Я думаю, мы вас запомнили, проблем с подтверждением не будет. Так, ну что, по-прежнему, значит, пишите вопросы в чат, я буду в течение эфира на них отвечать. Сейчас начнется презентация отеля Рэдисон. Пишите вопросы по отелю, мы в конце эфира где-то там без 10, без 15, 11 на все ваши вопросы ответим. Слушайте внимательно. Так, ну последний комментарий, значит, по поводу тестирования. Да, тестирование мы сделаем только завтра онлайн, оно очень быстрое, там всего 15 вопросов, там с 10 до 10.30. Ну, жаль, что не сможете присутствовать, что-нибудь придумаем. Ой, ну я смотрю, что и сам Сиам Уорлд, и Фуру, и Мэвин Пик, в общем, всем понравились. Так, ну еще раз, по поводу презентации, по поводу презентации, все материалы, также мы с презентациями, вы получите, вот вместе с ссылкой на записи наших вебинаров, мы все туда в папку выкладываем. Пожалуйста, всем пользуйтесь, все, что у нас есть. И презентации с сегодняшнего дня мы откроем ближе к концу эфира. Делается для того, просто чтобы не обвалить сеть, и вам было удобно вот это. Короче говоря, что мы тут все с вами не отвалились, не приходилось переподключаться. Ну и последняя ремарка, нужно слушать вебинары, все-таки с компьютера, с телефона это только послушать, ничего скачать не получается. К сожалению, вот эта платформа не совсем еще такая мобильно адаптированная, да, чтобы все было удобно. Ну, слушать и смотреть, да, скачивать, наверное, нет. Вот, ну и тест мы тоже рекомендуем пройти с компьютера. Значит, завтра покажем вам, как будут выглядеть сертификаты, плюс мы еще приготовили подарки для всех тех, кто правильно, ну, для первых, давайте так скажем, 15-20 человек, кто правильно сдаст тест, правильно первыми ответить на вопрос. Так, значит, вопрос к интуристу, что посоветуете отвечать туристам, которые повадились бронировать Мальдивы самостоятельно, чем аргументировать? Аргументируйте это тем, что если туристы бронируют все самостоятельно, они предоставлены сами себе. И у них, если какие-то, ну, Мальдивы, да, мы очень много времени уделяем трансферам, как добраться, как долететь. У меня, я знаю много историй туристов, которые тоже полетели сами, потом там начался дождь, шторм и так далее, они просто не улетели и остались на Мальдивах. То есть сами решали вопросы, их самолет улетел, авиакомпания Техат, они остались на Мальдивах, и, собственно, никто их проблемы не разруливал. Поэтому на Мальдивах бывают всякие нюансы, с телефона можно пройти тест, да, Аксен. Бывают всякие нюансы на Мальдивах, и прежде всего обращайте внимание на те виды транспорта, которые, те виды трансферов, которые есть. Потому что, да, бывает непогода, бывает шторм, это Индийский океан, и если там какие-то задержки и так далее, просто ваши туристы обратно не улетят, они будут сами. Потом вот если какие-то неприятности, как раньше у нас, помните, были вот эти все тесты, ПЦР и так далее, если что-то не так, они будут все свои проблемы разруливать сами. Вот, собственно, им это все и говорите. Так, можно будет пройти тест в другое время, нет, к сожалению, нельзя, нужно будет, нужно проходить завтра. Все, я передаю слово Ирине Ивашенко, представителю отеля Redison, Redison Blue Resort Maldives. Ирин, доброе утро. Доброе утро, коллеги, доброе утро, Даша. Большое спасибо, Даша, за такую организацию и всем коллегам за то, что нашли время присоединиться к такому чудесному проекту. Вот, меня зовут Ирина Ивашенко, я сегодня расскажу про отель Redison Blue Resort Maldives. Ирина, единственное, попрошу немножко поближе говорить к камере, к микрофону, потому что иногда, ну так, отдаленно слышно. Коллеги, поставьте плюсики, слышно ли вам, Ирину, все ли хорошо. Так, плохо слышно. Вот, плохо слышно. Вот сейчас, вот кто-то пишет плохо, кто-то хорошо. Так, ну давайте сейчас Ирина немножко нам начнет презентацию, и вы нам напишите, плохо ли хорошо слышно. Сейчас я попробую так, нет, микрофон включен. Как меня слышно, вот сейчас я поближе чуть-чуть пододвинула, все хорошо, получше стало. Ну, погромче, да, погромче надо. Погромче. Кто-то пишет хорошо, кто-то плохо. В общем, говорим ближе к компьютеру, ближе к надвери микрофона. Да, вот какой-то гул. Даже затрудняюсь, честно говоря, почему фрум, у меня вроде бы ничего нет. Я, во всяком случае, ничего не слышу. Сейчас я попробую. Ну, давайте начинать. Если будут по ходу дела какие-то жалобы, будем стараться их устранить. Посмотрим видео, да, наверное? Да, давайте сейчас включим видео. Сейчас одну секунду. Начнем с видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, сейчас я подключаю презентацию. На всякий случай открою чат, чтобы мне было видно, что вы пишете. Еще раз доброе утро всем. Меня зовут Ирина Ивашенко. Я представляю отель Redis and Blue на Мальдивах. Собственно, наше видео мы сейчас посмотрели. Я надеюсь, многие, может быть, уже знакомы с нашим отелем. И, может быть, были у кого-то туристы, есть какие-то отзывы. Это было бы замечательно. Делитесь обязательно в чате. И я начну потихоньку рассказывать про наш курорт. Вообще, в двух словах сразу вначале скажу. Redis and Blue был открыт в 2020 году. То есть довольно недавно. И мы уже, знаете, это время, такое уже достаточно времени прошло, чтобы отель покрылся зеленью. Какие-то, скажем так, шероховатости были устранены. Все уже жалобы, скажем так, отработаны, которые были вначале, которые всегда есть у новых отелей. И сейчас наш отель уже в таком сознательном хорошем возрасте. Нам летом будет 4 года, когда уже можно смело отправлять туристов. В принципе, уже все понятно. И зелень у нас очень-очень активная, очень обильная. И вообще, в принципе, отель очень такой приватный, можно так сказать. Но начнем потихоньку. Я вам буду уже рассказывать дальше по всем моментам. Вообще, наш курорт расположен в Южном Ариатоле. Это 105 километров от международного аэропорта Вилана и либо 30 минут на гидросамолете. Можно также добраться на Доместик, да, Доместик плюс катер. Но, в принципе, этот вариант не сильно как бы предпочтителен, потому что менее удобный для наших гостей. Есть у нас также VIP-лаунж-тимы в аэропорту, да, которые гости могут пользоваться этим VIP-лаунжем. Вообще, как происходит встреча в аэропорту, да, и дальнейший путь наших гостей. Гости прилетают в аэропорт, получают багаж. При выходе из аэропорта встречаются с нашим представителем с табличкой Redison, и дальше уже все, передают свой багаж. Наш представитель отвозит гостей в VIP-лаунж, и там уже гости проводят время, да, до ожидания своего гидросамолета. Вот. Все достаточно удобно, комфортно, красиво и так далее. Что еще могу сказать про наш регион, Южный Ариатол? Если кто-то знаком с этим местом, да, на Мальдивах, то оно отличается тем, что у нас очень богатый подводный мир. То есть у нас место обитания китовой акулы, у нас скаты, манты, это все рядышком, да, и если гости хотят увидеть там китовую акулу, например, то у нас гарантия встретиться с ней составляет 99%. Вот. Это тоже такая особенность. И хочу сказать, что вообще китовая акула обитает практически в районе нашего отеля, и зачастую мы едем на экскурсию и встречаем эту акулу прямо вот по пути, буквально в пяти минутах от отеля. Вот. Такая забавная тоже. Мы ее называем «наше домашнее животное», потому что она действительно очень близко к нам. Ну, вернемся к отелю. Значит, чем, собственно, наш отель отличается от остальных? Тем, в первую очередь, что наши стартовые категории – это водные виллы. У нас только виллы, да, у нас нету пунгального типа размещения, у нас только отдельно стоящие виллы, все виллы минимум 220 квадратных метров, и все виллы с бассейном. Неважно, это водная вилла, либо это пляжная вилла, либо одна, две, три спальни – не имеет значения. Во всех виллах обязательно есть бассейн большой, хороший, полноценный, довольно глубокий, метр тридцать глубиной, то есть, в принципе, в котором спокойно можно купаться. Наши водные виллы делятся на три категории. Есть виллы «Лагунвью», сейчас включу указочку, буду вам показывать. «Лагунвью», которые расположены вот в этой части и смотрят на островок, на наш остров основной, на соседний островок. То же самое в нижней части также есть виллы «Лагунвью». Это самая первая стартовая категория нашего размещения, самая простая. Дальше у нас идут виллы «Санрайзвью», которые расположены в этой части сердечек и смотрят на рассвет. Они ничем не отличаются от «Лагунвью», только видом. Здесь уже более приватный вид, уже, можно сказать, горизонт, то есть вид на океан непосредственно. И третья наша категория – это «Санрайзвью», которые расположены вот в этой части острова. Точно так же и здесь, да, вот это «Сансет», нижнее сердечко, и с правой стороны «Санрайзвью». «Сансет», соответственно, имеет вид на закат. Вид потрясающий, очень красивый. Единственное, что есть небольшой такой нюанс. Это единственный нюанс, который есть в нашем отеле. Виллы с видом на закат имеют довольно сильное течение вот в этой части. Здесь, в принципе, купаться будет очень-очень проблематично гостям, поэтому, если у гостей приоритет все-таки тот, что они хотят купаться со своей виллой, то лучше выбрать «Санрайз». «Санрайз» здесь все идеально, великолепное купание. И хочу отметить, что здесь также великолепный снорклинг. Вообще, что касается снорклинга, в районе нашего отеля, наших рифов, то очень-очень красивый снорклинг. Вот в этой части вилл, да, это «Санрайзвью». И также вот в нижнем сердечке, да, здесь тоже очень-очень хороший снорклинг. То есть гости, прямо выходя из своей виллы, могут увидеть глубокий подводный мир с черепашками, маленькими скатами и, в принципе, всем разнообразием рыбок. Вот, это что касается наших водных вилл, да. То есть сансет – довольно сильное течение, поэтому надо предупреждать гостей. Дальше перейдем к пляжным виллам. Все пляжные виллы расположены у нас на западной стороне, также с видом на закат. Они все имеют выход на пляж, все со своим бассейном, очень уединенные, очень приватные. И великолепный пляж. Хочу отметить также, что остров у нас натуральный, то есть у нас не насыпной, не искусственный остров. За счет этого у нас нет никаких укреплений на берегу, да, каких-то специальных, каких-то камней там и так далее. У нас очень комфортный, мягенький песочек, плавный заход в воду и, в общем-то, очень-очень комфортное купание. Плюс в 100, где-то 70-80 приблизительно метров от пляжа у нас идет большой-большой коралловый риф вот в этой части. То есть за счет этого мы можем снорклить, да, прямо, можно сказать, с берега для пляжных вилл. И в то же время этот коралловый риф защищает наш пляж от волн, которые, в общем-то, разбиваются об этот риф и течение, да, все как бы закрывается этим рифом. Поэтому купание у нас великолепное со стороны пляжных вилл. Дальше перейдем. Есть у нас также маленький такой островочек дополнительный. Он соединен с основным островом, мостиком. И на этом острове у нас спа-центр, зона отдыха. Он называется Крузо. Здесь ресторан Крузо. Зона отдыха, бассейн, детская секция в бассейне. И очень-очень приятный пляжик такой. Знаете, он мелкий, прямо для деток. Очень комфортно. Лагуна. Очень комфортно с маленькими детками здесь находиться. Этот остров у нас уже искусственный, поэтому, соответственно, он такой уже сделан под запросы отеля. Соединяется этот островок к мостикам. И вообще в плане перемещения у нас по отелю перемещение происходит на баги. У нас довольно много баги разных размеров. Есть большие, есть маленькие, которые подъезжают там к виллам, да, непосредственно до двери. То есть, в принципе, перемещение у нас происходит на баги. Еще скажу такой момент. У нас есть четыре виллы вот в этой части острова, да. То есть не там, где все наши бич-виллы на западной стороне, а, получается, на восточной стороне. Четыре виллы с тремя спальнями. Они не очень популярны для российского рынка, поскольку здесь ограничения с пляжем. Да, они выходят на ресторанную зону. И не очень комфортно, такая приватность здесь не очень большая. Поэтому, в принципе, мы их не сильно предлагаем на российский рынок. Но, тем не менее, когда какое-то перенасыщение в отеле, да, и гостям очень хочется к нам попасть, и кроме этих вилл ничего нет, то мы можем предложить эти виллы. Они с тремя спальнями, со своим бассейном также. Я вам чуть позже их покажу, как они выглядят. Они, собственно, отличаются только расположением от всех остальных. Также есть у нас бассейны, зона отдыха вот в этой части острова с рестораном для гостей из водных вилл. Допустим, кто хочет полежать на пляже, на песочке, они могут прийти также вот в эту часть острова. Рестораны и цинбиц, плюс зонтики, шезлонги, кабаны. Все здесь есть, чтобы гости могли отдохнуть. Вот я сейчас прочитала вопрос. Остров естественного происхождения? Да, да, совершенно верно. Наш основной остров, он натуральный. Там ничего, никто его не насыпал. За счет этого у нас нет размывания песка, да, у нас нет техники, которая сгребает песок из воды на пляж обратно. То есть у нас очень комфортно в этом плане. Вот еще раз Оксана, да, задает вопрос. Доместик плюс лодка, сколько по времени? По времени где-то 20 минут доместик, и лодка приблизительно 15 минут. Это чуть дольше получится, чем гидросамолет, но в принципе не сильно. Да, всего 45 минут, все верно. Дальше перейдем к нашему размещению. Начнем мы с водных вилл. Здесь непосредственно вот эта вот большая наша вилла, это президентская вилла. Она у нас также есть, она у нас одна, и она на самой макушке вот трех сердечек расположена. Очень такая монументальная, большая. Я про нее вам расскажу тоже чуть позже. Всего у нас 128 вилл. Все виллы индивидуальные, ни с чем не коннектятся, да, то есть одна вилла на одну семью, на одну пару. Все виллы с бассейном, как я уже говорила, и 220 квадратных метров, это наша стартовая площадь. Собственно, вот так выглядит наша минимальная категория вилл, скажем так, да. Это уже, вот непосредственно эта вилла, я так думаю, что она с видом на санрайз, на рассвет. И вот эти вот виллы, они уже, наверное, идут вид на лагуну. Надо просто смотреть по карте, да, как они расположены. У них менее приватный вид, но в целом это наша стартовая категория вилл. Они все одинаковые, one bedroom villa, с большим просторным бассейном, с большой террасой, с гамачком, да, где можно фотографироваться и просто отдыхать, со спуском в воду. И хочу отметить, что у нас очень-очень хорошая приватность на всех виллах. Все виллы, если вы обратите внимание, они под таким небольшим углом расположены. И за счет этого гости друг друга не видят, да. Плюс есть заборчик такой достаточно плотный, но не навязчивый. И, в общем-то, очень-очень приватно, очень спокойно. Так что в этом плане ваши туристы могут быть спокойными. Внутри большая спальня, есть зона гостиной, вот в этой части при входе. Здесь можно поставить дополнительную кровать. Вообще у нас размещение 2 плюс 2 – это наше базовое размещение. Но если, допустим, гости хотят 2 плюс 3, трое деток, то, в принципе, мы тоже можем подтвердить такое размещение. Просто надо будет понимать, где кто будет спать, да. Такие запросы мы рассматриваем индивидуально через туроператора. Также можете запрашивать. И, соответственно, мы уже ответим, как мы можем разместить ваших гостей. Но вообще довольно частая ситуация, когда 2 плюс 3 к нам приезжают гости. Просторная спальня, просторная ванная комната и большая терраса – это наши стандартные виллы. Во всех виллах у нас есть кофемашина, абсолютно бесплатная для всех гостей, чай, кофе, вода – это все бесплатно. Плюс оборудование для снорклинга также выдается всем гостям бесплатно по приезду. Есть у нас на воде 3 bedroom overwater villa, да. Это водные виллы с тремя спальнями. Очень комфортные, очень просторные, с большим хорошим бассейном. Большая гостиная также есть. Две спальни небольшие. Одна twin. И, соответственно, такая уже мастер-бедрум, основная спальня. И плюс очень хороший большой бассейн. У нас даже гости, которые на этих виллах отдыхают, им, в принципе, они даже не ходят купаться в море и не купаются со своей виллы, потому что бассейн настолько просторный, что, в общем-то, многим хватает бассейна. Наша президентская вилла. Здесь у нас тоже три спальни, но она очень такая просторная, очень большая, с огромной гостиной, с высокими потолками. Спальни очень просторные. В каждой спальне своя большая ванная комната. Везде, естественно, панорамный вид на океан. И вообще у нас из этой виллы открывается вид и на закат, и на рассвет. То есть, конечно, очень необычное расположение. Также есть свой тренажерный зал. Есть своя зона для спа, куда можно пригласить сотрудника спа. Общая площадь 790 квадратных метров. И дальше переходим к нашим бич-виллам, пляжные виллы. Еще раз повторюсь, очень приватные, очень уединенные. Я в конце презентации оставлю наш телеграм-канал, потому что на данных снимках, конечно, плохо видно, насколько у нас зелена. Потому что эти фотографии сделаны пару лет назад. И, конечно, здесь еще зелень не разрослась. Но на самом деле все виллы сейчас закрыты зеленью. То есть, с пляжа вообще виллу не видно. То есть, благодаря тому, что у нас стоят номера вилл на пляже, таблички с номерами, гости не путают виллы. Потому что, на самом деле, очень легко перепутать. Потому что все виллы закрыты кустами. Все очень приватные. Бассейн также весь полностью закрыт. Никто ничего не видит, не слышит. Внутри планировка приблизительно такая же, как и на водных виллах. Также есть зона гостиной, куда можно поставить дополнительную кровать. И есть еще такой душ под открытым небом. Хочу отметить также, что у нас есть под открытым небом душ. И есть непосредственно в помещении уже кондиционированная ванная комната. Вот тоже такой момент. Бассейн немножко другой формы, Г-образной. Просторная терраса. Бассейн такой же комфортный. Метр тридцать глубиной. То есть можно прям хорошо поплавать. Следующая наша категория. Это виллы Two Bedroom Family Beach Villa. Это двухэтажные виллы. Семейные. Они также расположены с видом на закат. Хочу отметить тоже такой момент. Вот здесь есть кушеточка серенькая. Вот эта кушетка, она используется как спальное место. И ширина этой кушетки метр тридцать. То есть, чтобы вы понимали, вот по фотографии плохо видно, но на самом деле она очень широкая, прям полноценная такая кровать. Мы даже иногда смеемся с директором нашим. Говорим, если много детей маленьких, их можно прям вот поперек положить на эту кушеточку. Там пять человек спокойно уместятся. И, кстати, по поводу дополнительных мест. Вот эта кушеточка тоже у нас используется как дополнительное место для деток. Планировка. Два одинаковых этажа. Первый этаж и второй этаж. Также есть зона гостиной. При входе с диванчиком и на первом, и на втором этаже. Очень просторная. Общая площадь виллы 355 квадратных метров. То есть, на самом деле, они прям очень просторные, хорошие виллы. Есть душ под открытым небом также. Далее виллы с тремя спальнями. Вот если помните, вначале я говорила, что эти виллы расположены на противоположной стороне острова, на восточной стороне. Это единственная категория, которая у нас расположена на восточной стороне. То есть, единственное такое ключевое отличие, это, если вы обратите внимание, вид на рестораны идет. И пляж здесь не приватный. То есть, тут с приватностью немножко как бы проблематично. Поэтому эти виллы, они у нас такие, запасной вариант на высокий сезон. Но, в принципе, в целом, для большой семьи тоже очень комфортное размещение. Они также с бассейном. Они сейчас полностью окружены зеленью. То есть, у них, получается, нет вида на океан. Потому что мы решили не стричь кусты, ничего не выстригать, чтобы просто была максимальная приватность в этих виллах, хотя бы так сохранена. Поэтому они полностью окружены зеленью. Ну, вот такие немножко без вида и без полноценного пляжа. Следующая наша категория – это уже наша любимая в отеле всеми сотрудниками категория – Two Bedroom Beach Suite Villa. Они называются. Это виллы одноэтажные с двумя спальнями. Они расположены на западной стороне острова с великолепным видом на океан, на закат. Очень приватные, тоже очень закрытые. Здесь сейчас зелень прям вся-вся разрослась вокруг них. И с большим бассейном. Ключевое отличие этих вилл от просто Two Bedroom Family, которые у нас двухэтажные, то, что здесь один этаж, здесь добавлена гостиная просторная, и здесь хороший большой бассейн. То есть, бассейн ощутимо больше, чем на предыдущих виллах. Общая площадь – 370 квадратных метров. И есть у нас еще такие же виллы с тремя спальнями. Это вообще наши любимые категории, очень просторные. Также с зоной гостиной. То есть, если, допустим, у вас большая семья, то в эти виллы очень комфортно будет размещаться. В этих виллах. И большой бассейн. Две спальни, вот так, в другой части здания у нас расположены. Здесь также есть выход, панорамные окна, которые открываются. И можно выйти из спальни на террасу. Точно так же из мастер-бедрум можно выйти на террасу. И плюс большая просторная гостиная. Перейдем к нашим ресторанам. У нас всего 6 баров и ресторанов в отеле. Вообще, что касается типов питания, то у нас можно любой тип питания организовать, начиная от завтраков до премиального «все включено». Конечно, основной, скажем так, вариант по питанию, то, что русский рынок у нас покупает, это «все включено» либо «фуллборд». Ну, иногда «хавборд» тоже. Если мы, кстати, берем «хавборд», «фуллборд» либо «завтраки», вода у нас везде включена в стоимость. Да, она везде абсолютно бесплатна для гостей. И в виллах, и во время ужина, во время обеда. Соответственно, на «все включено» это уже добавляются алкогольные напитки импортного производства. Основной ресторан у нас «Раха». Это наш такой базовый ресторан, шведский стол. Здесь завтрак, обед, ужин можно организовать. Вообще, касательно питания, хочу обратить внимание, что, например, завтраки у нас очень вкусные, очень разнообразные. На любой абсолютно вкус есть всякие там безлактозные блюда, безглютеновый хлеб, с различными семенами, ростками пшеницы и так далее. То есть диетические различные блюда. Плюс свежевыжатые соки, большой выбор фруктов. Плюс, вообще, у нас очень лояльный, скажем так, менеджмент в плане питания, вообще любого запроса от наших гостей. Например, у нас были гости, которые приезжали со своей манной крупой, и наш повар варил манную кашу ребенку, потому что ребенок ничего не хотел есть, кроме манной каши. То есть, в принципе, такие запросы мы тоже абсолютно бесплатно готовы реализовать. Так что не стесняйтесь. Следующий наш ресторан It's and Beats. Он у нас расположен на западной стороне, где все виллы, да, в самом конце как бы острова. Здесь у нас зона отдыха, есть зонтики, лежаки, есть зона, выделенная на пляже непосредственно перед рестораном. То есть, если, допустим, гости из водных вилл хотят прийти, они могут здесь также отдыхать совершенно спокойно. Очень красивый инфинити-пул, виды на закат потрясающие, да. Здесь у нас уже а-ля карт по меню и итальянская кухня преимущественно. И вы знаете, хочу отметить тоже, что кухня прям реально итальянская, потому что я сама люблю и пасту, и пиццу, и как бы все попробовала в отеле. И действительно мало чем отличается от хорошей итальянской кухни. Этот ресторан у нас включен в систему «Все включено». Да, если гости хотят «Все включено», они могут пользоваться тремя ресторанами. Первый – «Раха», по системе «Шведский стол», далее «Eats and Beats» – это уже а-ля карт ресторан. И третий ресторан, который у нас также включен в систему «Все включено» – это «Крузо». Это ресторан на отдельном острове, который соединен мостиком. Здесь очень тоже такой интересный бассейн каскадный. Здесь есть зона для деток мелкая, да, где можно купаться деткам. Это у нас как такой дневной бар. Здесь тоже преимущественно европейская кухня, испанская, итальянская. И очень приятная зона отдыха. Вот здесь пляжик, да, с зонтиками, шезлонгами. И очень приятная зона отдыха. Здесь с детками можно купаться, здесь можно снорклить. Если чуть-чуть отплыть к виллам, то там очень хороший тоже снорклинг. Такая спокойная зона отдыха. Дальше наш ресторан «Алифан». Это ресторан морепродуктов и стейкхаус. Он работает уже у нас в вечернее время по меню, соответственно. И для гостей по системе «Все включено» он работает по кредиту 65 долларов на человека. Все, что сверху гости оплачивают уже самостоятельно. Ресторан «Кабуки» – это японский ресторан. Точно так же он работает у нас по кредиту для гостей. Если на системе «Все включено», мы его рассматриваем. Кстати, хочу обратить внимание, что «Кабуки» – очень вкусный ресторан. Очень вкусно готовят японскую кухню. И совершенно огромные порции, прям огромные. Есть у нас также вечерний бар «Мохураб». Кстати, днем здесь играет диджей. Во всяком случае, вот высокий сезон, не знаю, как на лето. Но вечером здесь в любом случае живая музыка 6 дней в неделю. Большой выбор коктейлей, сигар, кальянов. И также у нас здесь работает кальянный сомелье. То есть тоже такая изюминка нашего отеля. Не во всех есть отелях кальяны. Следующее наше заведение. Непонятно, мы больше относим винный погреб к развлекательным все-таки заведениям, чем к ресторанам. Но здесь также можно и вкусно перекусить под дегустацию. Здесь у нас проводятся дегустации, очень красивые, с большим выбором вин, с закусками, сырами, различными колбасами. То есть это может быть как такой легкий ужин с дегустацией. Очень красиво, действительно, красиво и качественно. И рассказывают про вина. Кстати, тоже замечу, что у нас здесь есть веганские вина. То есть уже эко-вина, там различные страны, это уже никого не удивляет. Веганские, это, пожалуйста, если кто хочет попробовать, может к нам приехать. Естественно, мы делаем любые мероприятия романтические, ужины по-мальдивски, дни рождения вообще, любые мероприятия на пляже, все, что связано с романтикой, это вообще наша такая прям фишка, да. Ну, собственно, как и все Мальдивы этим отличаются. И буквально в двух словах расскажу вам историю. У нас не так давно были гости, которые приехали к нам отдыхать на неделю. И молодой человек хотел сделать предложение своей девушке и по приезду выяснил, что забыл кольцо в Москве. И, в общем, долго думали, как выйти из этой ситуации. В итоге наш сотрудник поехал в Мале, по видеосвязи выбрали кольцо, он приобрел кольцо и привез на остров. Вот, то есть у нас такие истории тоже бывают. И, в общем-то, все прошло благополучно, все остались довольны. Наш спа-центр. У нас индонезийский спа. Девушки из Индонезии у нас работают. Спа-центр у нас также расположен на отдельном острове Крузо, где дневной бар. Вот такой очень красивый, надводный, с панорамным видом, с джакузи. Потрясающе красивый спа. Одновременно может находиться 6 человек в нашем спа. Есть у нас также павильон для йоги. Вообще, что касается каких-то бесплатных мероприятий для наших гостей, у нас их довольно много. У нас есть целое расписание, которое есть и в приложении, которые гости устанавливают по приезду в наш отель. Устанавливаются приложения, где они могут посмотреть любые активности в отеле, любые мероприятия, сколько стоит, бесплатно или платно, меню ресторанов, заказать столик в ресторане. И точно так же гости общаются со своим батлером. Они могут написать в чат батлеру, там, пришли нам баги, например. Батлер пришлет баги. Или любые другие вопросы. И также касательно бесплатных мероприятий, у нас, например, бесплатная групповая йога, футбол, мини-футбол, бильярд, настольный теннис, баскетбол. Это все мы для гостей проводим бесплатно. По определенному расписанию они могут посмотреть в своем приложении. И, соответственно, снорклинг, да, оборудование для снорклинга выдается бесплатно, плюс немоторизированные виды спорта. Это тоже все бесплатно для наших гостей. Батлер у нас выделяется на каждую виллу. Вообще на ванн-бедрум виллу у нас выделяется приблизительно один батлер на одну, две, три виллы, в зависимости от количества гостей на вилле. Если это виллы ту-бедрум и три-бедрум, тогда индивидуальный батлер уже на каждую виллу. У нас три русскоговорящих батлера. Очень хорошие ребята. Про них даже пишут отзывы в интернете, да, вот прям персонально, конкретно про наших ребят. У нас также есть два русскоговорящих официанта. То есть, в принципе, у гостей не должно возникнуть проблем. Теннисный корт у нас также есть на территории, да. У нас есть теннисный корт. Значит, что касается нашего подводного вильмира, да, как я уже говорила, наша китовая акула – это главное животное в наших краях. И, безусловно, любой снорклинг, дайвинг, все, что связано с подводным миром, это все можно организовать. Помимо того, что у нас очень хороший снорклинг вокруг нашего острова. Наш детский клуб. Вот, честно скажу, это фото, конечно, не передает вообще ничего о детском клубе, кроме того, что там есть PlayStation и машинка для мальчиков, да. Вот, на самом деле, я вам честно хочу сказать, я сама, когда смотрела детский клуб, так очень скептически к нему относилась, но он превзошел мои ожидания, потому что он очень большой, он очень просторный, там есть масса различных занятий, да, прямо по расписанию, как в детском саду проводятся занятия с детками, кто хочет участвовать, да, кто не хочет, то они ходят, куда-то собирают какие-то листочки, потом это все наклеивают, делают аппликации, выставляют это все вечером, как выставку. Есть комната отдыха для деток, кто устал, кто хочет там отдохнуть, да, они могут полежать отдохнуть. Безусловно, можно поставить мультики, плейстейшн, все что угодно. Очень хороший, очень качественный детский клуб, и также у нас есть детская площадка, где есть и качели, и горки, и такая как зона прогулочная для деток. Вот, работает детский клуб с 9 утра до 6 вечера, и возраст с 4 до 12 лет. Младший 4 с родителями могут присутствовать в детском клубе, либо с няней. Няня у нас тоже по запросу есть. Свадьбы, естественно, это тоже основное мероприятие, которое организуется в мальдивских отелях, и мы не исключение, у нас много очень различных свадебных пакетов на разный абсолютно бюджет, и вообще у нас довольно много всяких таких плюшек для молодоженов, да, включая и спа бесплатный, и плавучая чайная церемония на вилле, то есть, в принципе, очень такие неплохие варианты. Все описание есть у нас в Инстаграме. Есть у нас также ивент-холл, здесь можно проводить любые мероприятия. Ну, вот в презентации указано, что до 50 человек вместительность, ну, честно вам скажу, 50, конечно, это если только стоя, все будут, да, прям плотненько стоять. На самом деле 30, где-то 35 человек комфортно себя будут чувствовать в этом зале, поэтому если вдруг есть какие-то запросы, да, для корпоративных мероприятий. Когда у нас зал свободен, мы делаем здесь кинотеатр, то есть, в принципе, по вечерам, во всяком случае, весь март, весь февраль у нас работал здесь кинотеатр, абсолютно бесплатный для всех гостей, с попкорном, с безалкогольными напитками, причем наше руководство решило такую небольшую интригу делать в плане кинотеатра, то есть мы сообщаем жанр, и гости, когда приходят, узнают, что за кино они будут смотреть. Вот, в общем-то, вот такой вот зал. В общем-то, это все, что касается нашей презентации. Я сейчас скину в чат свои контакты с нашей группой в Телеграм. Что еще хочу отметить? У нас очень хорошие цены на лето, 60% скидки на лето, плюс гидросамолет от пяти ночей у нас бесплатно предоставляется для гостей, и лето у нас начинается с 16 апреля по 30 сентября. То есть майские праздники тоже у нас уже идут по летним тарифам, поэтому обратите внимание на наши цены, да, интересные. Сейчас я пришлю контакты с нашей группой в Телеграме. Что еще хочу сказать? Если вдруг какой контингент, не контингент, а, скажем так, для каких клиентов ориентирован наш отель, у нас ключевое – это приватность, конечно. У нас очень-очень приватные виллы, они все уединенные, они все закрытые, у нас нету какой-то гиперанимации вечерней, да, кроме живой музыки, которая заканчивается, ну, в 11-12 в среднем. Вот, поэтому если ваши гости хотят такие классические Мальдивы, да, вот именно как в общем понимании, спокойные, тихие, романтические, то у нас им очень-очень понравится. Это я могу смело вам гарантировать. Плюс довольно много у нас и семей с детьми, поскольку у нас хороший детский клуб и детское меню, и в ресторане можно приготовить для деток любое блюдо, да, если они захотят. Так, сейчас посмотрим вопросы. Так, фауны для деток на территории. Вы знаете, ну, у нас отель очень зеленый, да, то есть как бы у нас для детей основное – это детский клуб, конечно, где дети проводят время, это, наверное, вот основное, но он большой, и большая территория вокруг детского клуба. То есть, в принципе, все основное – это в детском клубе. Скидки на проживание для детей у нас есть, да. Дети у нас проживают и питаются бесплатно с родителями по типу питания родителей. Двое детей на виллу у нас разрешенное проживание, дети до 12 лет. Значит, Екатерина, так, вода в течение дня во время приема пищи, да, вода есть на виллах, вода есть в баре, вода есть в ресторанах, независимо от типа питания, для всех гостей бесплатно. А-ля карт 65 долларов на человека, на детей скидка 50% будет. И это, да, это только на системе все включено. Кредит в ресторанах. Да, совершенно верно, на системе все включено. Различия all-inclusive, обычные и премиального. Первое – это напитки, да, алкогольные напитки премиальные уже, там, не знаю, виски, коньяки, 20-летней выдержки, да, то есть уже такого плана. Плюс алкогольный мини-бар, постоянно пополняемый на каждой вилле. Экскурсии во все включено входит, да, одна экскурсия к дельфинам, и входит романтический ужин тоже. На премиальном все включено. Плюс рестораны «Алифан» и «Кабуки» – это рестораны, которые у нас только в вечернее время работают, которые по кредиту на обычном все включено, на премиальном все включено без кредита. Так, по «Рэдисон карт» получают ли бонусы? Вы знаете, бонусы, да, получают, но как использовать? Честно, я не могу на этот вопрос вам ответить, я просто не подскажу, поскольку мы не занимаемся всей цепочкой «Рэдисон», да, мы только непосредственно отелем. Я знаю, что да, гости получают бонусы, но как они используют, не подскажу вам честно. Какие есть еще активности? Оксана, да, есть у нас йога, у нас есть спортзал, который, кстати, работает круглосуточно, у нас есть теннисный корт, который может использоваться как мини-футбол, у нас есть бильярд, настольный теннис, настольные игры, PlayStation, это из неспортивных таких, да, вариантов. У нас есть пляжный волейбол также, вот, это все абсолютно бесплатно для гостей, плюс немоторизированные виды спорта, да, там, каяки и так далее, это тоже все бесплатно. Велосипеды, нет, у нас сейчас нет велосипедов, к сожалению, потому что на самом деле оказалось такое довольно опасное, довольно опасное развлечение, потому что у нас много мостиков, да, вот к водным виллам идут такие очень длинные мостики, и поскольку нет нигде ни на одном мостике, нет ограждения, то бывали случаи, что гости просто не вписывались, да, там проезжали мимо, падали в воду вместе с велосипедом, вот, поэтому мы просто решили велосипеды убрать. Довольно оказалось опасно. И хочу заметить, что у нас с тех пор спасательная бригада, одна из сильнейших вообще на всех Мальдивах, кто у нас работает, это непосредственно в нашем отеле, потому что присмотр за гостями был круглосуточный, пока были велосипеды. Так, сейчас еще раз. Так. Да, Оксана, после все включено, вечером возвращаясь на виллу, именно так все и было. Поэтому решили просто убрать велосипеды, оставить все включено, но убрать велосипеды. Так, бэби акул, так, кормят их по вечерам. Вы знаете, вообще отель просит не кормить акул, вот, но, конечно же, большинство гостей все-таки игнорируют эти просьбы и все равно их подкармливают, да. Ну, и в частности, мы тоже, когда сидели, просто у нас все рестораны над водой расположены, и когда ты сидишь прямо у кромки, конечно, очень хочется со стола что-то взять и кинуть акулкам. В общем-то, да, подкармливают, конечно. Проводятся ли свадебные церемонии? Конечно, конечно. У нас очень большой выбор свадебных церемоний, у нас много привилегий для молодоженов, и вообще молодожены очень любят наш отель за его романтизм такой, потому что у нас, помимо того, что он внешне выглядит очень романтично, с этими сердечками, да, плюс у нас много мероприятий, много локаций на острове, где мы можем сделать романтический ужин, там какой-то плавучий завтрак красивый, мы украшаем номер всегда молодоженам, плюс различные плюшки мы даем, да, там и спа, и там и игристое в номер, украшения и так далее для молодоженов бесплатно от отеля. Так, сейчас, секундочку. Так, гостей на ультра все включено. Вы знаете, да, отличается по браслетам, но я вам хочу сказать, что у нас премиальный все включено не такой популярный вариант, потому что надо, конечно, считать по стоимости, насколько это выгодно будет. обычный, все включено, это вот стандартное, то, что у нас обычно гости берут. Лилия вместо бесплатно использует. Хорошо, как угодно, пускай будет включено в стоимость, не проблема. Главное, чтобы вам было понятно. Ирина, спасибо большое, мне тоже очень приятно. Я хоть такой, как говорится, монолог веду, но мне все равно приятно, что есть отзывы. Очень захотелось ваш отель. Спасибо, Наталья, приезжайте. Пишите, пишите, если будете собираться. Так, стоимость свадебных юбилейных мероприятий на человека. Вы знаете, я думаю, что по стоимости вы можете запросить и туроператора, и интурист, они вас сориентируют, у них есть все пакеты, но вообще у нас не очень дорогие свадебные мероприятия, у нас минимальная церемония где-то от 500 долларов начинается начальная и выше уже в зависимости от того, что гости захотят, что им будет интересно, какой у них бюджет и так далее. Так, по агентам информацию еще расскажите. Извините, я не поняла вопрос. Это, наверное, к даме, да? Ирина, имеется в виду туроператор, ой, агентский тариф, есть ли скидки для турагентов при размещении, значит, как это, ну, вот другие ательеры нам рассказывали, что можно, например, запросить через нас, написав нам запрос, что вот хочу отправиться в Рэйвисом Блю, я турагент, какие будут условия, если у вас... Вы знаете, у нас на самом деле каждый запрос, он рассматривается индивидуально, то есть обычно агентство нам пишет, может через туроператора, может нам напрямую написать, отель задает некоторые вопросы, да, и исходя из этого уже предоставляет либо агентский тариф, иногда бесплатно ночью предоставляются для наших агентств, то есть тут уже зависит индивидуально от каждого агентства, но безусловно, обязательно пишите, пускай агентство пишут, запрашивают, мы всегда с радостью разместим, особенно в низкий сезон, это вообще будет довольно проще, чем высокий сезон. На сайте Интурист скидки должны быть, да, должны быть загружены все. Ну, вроде бы вопросов нет, если есть еще какие-то вопросы, потому что время уже, я смотрю, приближается к следующему спикеру, если вдруг будут вопросы, я на связи по моим контактам, подписывайтесь на наш телеграм-канал, там мы выкладываем живые фото, обзоры, видео наших вилл, то есть чтобы было видно, да, как это выглядит на самом деле, вот, и не стесняйтесь, звоните, пишите, мы всегда на связи, мы всегда открыты для любых ваших просьб и пожеланий. Спасибо. Коллеги, накидайте огонечков, пожалуйста, если вам понравилась презентация, Ирина. Ирина, спасибо большое за прекрасную презентацию, а мы приглашаем в наш эфир Татьяну Полухину, представителя, Джейн Манафару Мальдивс, тоже прекрасного, интереснейшего курорта. Сейчас ждем, что Татьяна к нам присоединится. Я пока еще пару слов скажу, вот Таня уже появилась, давайте тогда передадим слово Тане, а дальше потом, значит, слушаем презентацию, смотрим видео, после этого пишите вопросы, будем отвечать. Все, Татьяна, доброе утро. Здравствуйте, дорогие коллеги, добрый день. Сейчас я поставлю презентацию, буквально одну минуточку. Все, мы с вами готовы. Так, и еще, наверное, я сразу же открою чат, чтобы тоже было все видно. Так, друзья, связь есть? Подскажите, пожалуйста, видно, слышно, все в порядке, можем начинать. Да, отлично, Юлия, спасибо большое. Ольга, Елена, спасибо большое, вижу, связь пошла. Итак, мы с вами продолжаем вебинары, серию обучающих вебинаров с нашим дорогим партнером компании Интурист по Мальдивам. И, собственно говоря, сейчас мы перемещаемся на самый север Мальдивских островов. Я уверена, что вы уже масштабно попутешествовали по Мальдивам, по разным атоллам, но могу вам точно сказать, что в наших краях вы наверняка еще не бывали. Почему? Потому что наш отель Джеймона Фару, единственный отель в нашем атолле, других отелей вокруг нас нет. Нет, и мы, собственно говоря, уже завершаем всю Мальдивскую череду островов непосредственно на севере. Мы самый крайний северный отель Мальдивских островов Джеймона Фару. В чем же преимущество такого замечательного расположения? Прежде всего, это гарантия спокойного отдыха. Почему? Потому что Джеймона Фару расположен в удалении от транспортной загрузки, транспортной развязки, как воздушной, так и водной. Над нами нет большого обилия самолетов, которые пролетают над Мальдивами. И также вокруг нас нет большого количества лодок и каких-то промышленных барж, продуктовых барж. Опять же, потому что к нам гости едут, к нам гости едут только в наш отель. И, собственно говоря, нет никакой необходимости создавать широкую транспортную развязку. Несмотря на то, что мы так далеко находимся, Дарья, с радостью отвечая на ваш вопрос, у нас время не меняется. Время в Джеймона Фару точно такое же время, как в Мале. Соответственно, к Москве это будет плюс 2 часа. Поэтому данный момент очень удобен при планировании трансферов. Гости совершенно спокойно перемещаются к нам на курорт из Мали и обратно. Нет необходимости переводить дополнительно часы. У нас точное время с Мали. В чем еще преимущество нашего курорта? Абсолютно натуральный остров. У нас нет волнорезов, у нас нет заградительных насыпей и у нас нет насыпного песка. Плюс за счет того, что отель на острове существует с 2014 года, наш остров уже очень хорошо оброс зеленью. Очень зеленый курорт. Если вы не перемещаетесь на водную ветку вилл, находясь в глубине острова, на самом острове, даже в полуденный зной, вы можете легко, хорошо, комфортно перемещаться. Почему? Потому что зелень настолько буйная, что вы абсолютно застрахованы от полуденного зноя. И самое главное еще состоит в том, что несмотря на то, что остров такой зеленый, у нас потрясающая команда менеджмента. Команда, которая относится с невероятным трепетом к курорту. Команда, которая относится с невероятным трепетом и заботой к нашим гостям. Поэтому наш остров, он очень ухоженный. И дорожки, и территория курорта, все виллы, рестораны, все настолько красивое и ухоженное, что гости на самом деле, попадая к нам на остров, очень часто бывают ошеломлены от обилия нашей зелени и от ухоженности нашего курорта. Размер острова у нас средний, 600 на 800 метров. Я сейчас еще на этом слайде покажу особенность нашего рифа домашнего и будем дальше шагать по презентации. Наш домашний риф, он находится на 365 градусов, по окружности всего острова. У нас нет какой-то отдельно выраженной лагуны. У нас весь остров, он выглядит 600 на 800 метров, он выглядит в форме такого, знаете, яичка. Настоящее яйцо Фаберже. Действительно, ювелирное сокровище мальдивских островов. В чем особенность? Вы можете купаться абсолютно с любой стороны острова. На риф вы можете заходить как с пляжа. Тем не менее, мы с вами понимаем, для того, чтобы доплыть уже до красочного рифа, нужно будет преодолеть определенную дистанцию. Близко к рифам, близко к острову на рифе уже будут появляться рыбки. Тем не менее, весь красочный риф, он будет уже чуть дальше. Вот здесь, по окружности острова. Вам для этого необходимо будет пройти по джете и спуститься вот сюда, вниз на риф. Дорогие друзья, я еще сейчас в самом начале скажу, как выглядит наш формат презентации, для того, чтобы у нас с вами вопросы были как раз непосредственно в момент того или иного аспекта. Светлана, на ваш вопрос относительно трансферов мы ответим как раз в следующем разделе. Мы сейчас поговорим в целом о расположении острова, затем мы поговорим о трансферах, мы поговорим о наших виллах, ресторанах и инфраструктуре курорта. Соответственно, мы с вами сможем вопросы как раз точечно посвятить тому разделу, в котором мы будем находиться в тот или иной момент презентации. Татьяна задает вопрос по климатическим особенностям севера, и я вам здесь отвечу очень, скажем так, четко. Мальдивы в настоящее время, как и вся наша планета, такой немножко философский экскурс, подвержены большим климатическим изменениям. Поэтому, если мы говорим об особенностях климата севера, юга, центра Мальдив, теперь все эти границы, они очень стерты. Нет климатических особенностей между расположением курорта. Все зависит от того, как идет циклон, как идет порыв ветра и так далее, и так далее, и так далее. Почему? Потому что традиционно Мальдивы считаются зимним направлением, летом считается, что на Мальдивах более дождливый сезон, зимой более сухой сезон. Температура воздуха на Мальдивах всегда одинакова, вне зависимости от сезона. Тем не менее, в настоящее время, уже на протяжении нескольких лет, все гости, эксперты направления, все наблюдают, что сезонность стерта. Климатические особенности того или иного региона, они тоже стерты. С чем это может объясняться? Действительно меняется циркуляция воды. Сейчас в мае месяце вы знаете, что опять произошло изменение течения снова ильминью, и ильминью они опять поменялись между собой. Соответственно, это вновь несет изменения в циркуляции воды, в воздушных потоках. Поэтому разницы в климате между севером, центром и югом уже давно нет. То, что пишут в теории, скажем так, это действительно присутствует. Раньше считалось, что лето более дождливое на севере, более засушливое на юге. На самом деле, это уже давно стерто. Летом может бушевать циклон прямо в Мале и в близлежащих атоллах, как север, так и юг, процветать солнечно-ясной погодой. Поэтому вот здесь вот такой момент. Наталья, мы еще не дошли до трансферов, поэтому вы еще ничего не потеряли. Мы пока разговариваем просто про климатические особенности Мальдив. Итак, в чем еще особенность расположения на севере? Вот здесь как раз-таки будет особенность. Климат мы сюда не привязываем. Вот здесь будет как раз-таки особенность, которая присуща именно локации на севере. Расположение на севере нам с вами дает абсолютно другой цвет воды. Совершенно другая бирюза воды у нас действительно, когда вы пролетаете на трансфере, вы можете заметить, как меняется, ну, конечно, не сильно ярко выражено, но тем не менее вы это можете заметить, как меняется цвет воды. Бирюза воды становится существенно ярче. И в чем еще особенность? На севере Мальдив есть невероятная особенность в приближенности к небосклону. Когда вы вечером выходите после заката полюбоваться звездным небом, у вас создается невероятное ощущение, что вот действительно оно прямо над вами. Знаете, как будто бы вот потолок в квартире, кажется, вы сейчас протянете руку, и вы уже дотянетесь до звезд. И до Луны, безусловно. Непосредственно прямо во Млечном Пути вы находитесь. Очень красиво, непередаваемо. И нужно сказать, что еще у нас самое большое преимущество, то, что у нас есть телескоп, очень мощный телескоп. Мы даже приглашали в декабре прошлого года профессионального астронома, который полностью обучил нашу команду правильному, грамотному наблюдению за звездным небом. И, собственно говоря, теперь для наших гостей такой сервис, как обзор звездного неба, он легко доступен на профессиональном телескопе с нашей командой, которая очень качественно обучена наблюдать за звездным небом. Итак, ну что, теперь мы переходим с вами действительно к самому волнующему вопросу, как же мы добираемся до курорта Джеймана Фару. Друзья, если будут вопросы по расположению, по какой-то инфраструктуре курорта, вот именно по нашему северному расположению, дайте знать, с удовольствием отвечу на ваши вопросы. Пока мы с вами перемещаемся к следующему разделу нашей презентации, это наши трансферы. Как раз на карте вы видите наше расположение. Из Мали мы перемещаемся на самый север, курорт Джеймана Фару. В чем особенность нашего трансфера? В настоящее время у нас есть два типа трансфера. Это гидросамолеты и местные авиалинии. Гидросамолеты у нас летают два раза в день на прилет и на вылет. На прилет это два рейса. В 11.00 из Мали в Джеймана Фару и в 15.00 из Мали в Джеймана Фару. Обратно это вылет в районе 6-7 утра и вылет в 3 часа дня. Обратные рейсы мы подстыковываем, скажем так, под международную полетку наших гостей и плюс-минус смотрим, когда пораньше поставить, когда попозже. Поэтому здесь у нас плюс-минус мы обозначаем 6 утра и 3 часа дня. Тем не менее, расписание может быть такое, знаете, немножко плавающее. Это может быть и 7 утра, в зависимости от того, как вылетают наши гости, какие у них международные полетные данные. В чем преимущество нашего гидросамолета? Гидросамолет летит 70 минут без посадочного полета. Что это значит? Это значит, что гидросамолеты, они зафрахтованы только под курорт Джеймана Фару. Вы уверенно продаете наш трансфер, гарантируя своим гостям прямой беспосадочный перелет из Мали или в Мали на курорт или с курорта Джеймана Фару. Потому что у нас гидросамолеты два раза в день, как на прилет, так и на вылет. Еще раз повторюсь, что это беспосадочный перелет. Вы знаете, что зачастую отели объединяют трансферы. И даже если у вас гидросамолет может быть меньше по продолжительности, есть вероятность, что он будет совершать несколько остановок на прилете к тому или иному курорту. И, соответственно, это тоже создает определенное время в пути. Наш трансфер, он занимает 70 минут, и мы знаем, что он занимает 70 минут, именно потому, что он прямой и беспосадочный. Наши местные авиалинии летят в два аэропорта. Это аэропорт Харафуши, это 50 минут полета и 10 минут на лодке. И аэропорт Ханимаду, это 50 минут полета и 40 минут на лодке. Соответственно, как мы распределяем трансферы? Мы распределяем трансферы, исходя из полетных данных местных авиалиний в тот или иной аэропорт. Вы присылаете полетные данные международные, и если вы бронируете доместик, то мы, соответственно, получая вашу бронь через компанию Интурист, мы уже можем дать информацию нашему партнеру, какой у вас будет аэропорт и, соответственно, какая будет полетка. Великолепный вопрос. Алена, спасибо большое. Гидросамолет вмещает 12 человек плюс багаж. Соответственно, как мы бронируем наши трансферы? В зависимости от стоимости. Во-первых, гидросамолет стоит дороже, чем местная авиалиния. Когда вы бронируете пакет к нам в отель, вы можете заранее уже согласовать с партнерами ту или иную стоимость. Либо это будет гидросамолет, либо это будут местные авиалинии. Местные авиалинии у нас очень часто бронируют семьи. Почему? Потому что разница на пакете будет, например, 2 плюс 2 уже существенная. Гости могут немножко сэкономить. И за счет перелета на местных авиалиниях получается некоторая, скажем так, экономия в стоимости. Поэтому прежде всего мы понимаем, что мы получаем вашу заявку на определенном запрошенном трансфере. Либо гидросамолет, либо местные авиалинии. Дальше, если это пиковые даты, мы советуем бронировать пакеты на гидросамолете заранее, потому что мы ставим по одному гидросамолету на утро и на вечер. То есть мы дополнительные гидросамолеты не ставим. Поэтому, когда у нас заканчивается наше 12 мест, мы уже предлагаем альтернативы на местных авиалиниях. Дополнительные гидросамолеты мы ставим в очень там каких-то уникальных случаях, когда у нас летят либо большие заезды, либо большие группы, либо большие семьи. И тогда у нас есть возможность поставить дополнительный гидросамолет. Так, по мере получения ваших полетных международных данных от нашего партнера Интурист, мы уже можем вам сообщить, либо мы подтверждаем гидросамолет, либо предложим альтернативу на местных авиалиниях. Поэтому обращайте внимание, что когда вы бронируете пакет на гидросамолете, нужно заранее сообщать полетные данные. В чем особенность, скажем так, дат, да? Безусловно, сейчас уже наступает низкий сезон, вероятность того, что будет какой-то, скажем так, лимит по гидросамолетам отсутствует, потому что в целом уже сейчас идут не такие большие заезды, но тем не менее, на какие-то каникулярные даты, на высокие даты, безусловно, нужно учитывать, что гидросамолет нужно бронировать заранее. Что касается наших трансферов, завершая информацию по нашим полетам, хочу сказать также очень важный момент, что ожидание гидросамолета и местных авиалиний при бронировании туров в Джеймана Фару происходит очень комфортно. Когда вы бронируете гидросамолет, мы предоставляем доступ в лаунч ТМА, это Коралл Лаунч, где сервируются бесплатно напитки, закуски, также есть возможность воспользоваться душевыми, и точно так же для местных авиалиний мы предоставляем доступ в Мунима Лаунч, где также сервируются напитки и закуски, и также там есть возможность принять душ и немножко освежиться. Поэтому полет в Джеймана Фару будет очень комфортен для всех наших гостей, для всех ваших и наших гостей. Друзья, если есть какие-то вопросы по трансферам, давайте мы их сразу рассмотрим. Если вопросов нет, то шагаем дальше. шагаем дальше. Покажу карту нашего курорта. Светлана, Юлия, Екатерина, вы знаете, дело в том, что мы проговорили уже эти моменты. Время вылета доместика будет определено в зависимости от того, какие будут международные полетные данные. Местных авиалиний в день летит порядка пяти рейсов, и, безусловно, общего времени вылетов нет. То есть в зависимости от того, когда вы присылаете нам полетные данные международных рейсов, мы уже подбираем максимально близкие, максимально комфортные рейсы под полетные данные ваших гостей, потому что местные авиалинии, они летят, соответственно, несколько раз в день, и рано утром, и в обед, и вечером, поэтому можно выбирать. Так, друзья, невнимательно слушаем. Особенно по трансферам, давайте уделим этому внимание для того, чтобы мы с вами это проговорили плюс-минус, да, скажем так, окончательно и бесповоротно. Гидросамолет у нас летит 70 минут беспосадочно. Местные авиалинии у нас летят в два аэропорта. Первый аэропорт, это аэропорт Харафуши, это 50 минут полет плюс 10 минут на лодке. Второй аэропорт, это аэропорт Ханимаду, это мы летим с вами 50 минут и 40 минут на лодке. В зависимости от того, какие будут полетные данные, мы сможем предложить вариант либо в один, либо во второй аэропорт. Заранее мы можем тоже с вами проверить, например, если у вас есть какая-то заявка, которая еще в работе, до стадии бронирования, вы можете написать компании Интурист запрос с просьбой проверить на ваши даты, если вы выбираете местные авиалинии, какие есть варианты по местным авиалиниям. Нужно учитывать, что финально расписание всех трансферов, включая местные авиалинии, окончательно формируется за день до вылета. даже местные авиалинии не летают строго минута в минуту по расписанию, то есть за месяц мы с вами проверяем, что это, например, будет вылет в 11.45, на момент уже заезда гостей, когда они прилетают за день до вылета, авиакомпания может сообщить, что трансфер будет, например, ну не знаю, допустим, в 12.00, вместо 11.45. То есть это тоже нужно учитывать, что мы заранее сообщаем примерное время вылета местных авиалиний, точное время будет за сутки до вылета авиакомпании. Итак, давайте еще раз проверим, какие у нас с вами вопросы. от Юлии идет вопрос, доместик летит с посадкой еще в одном аэропорту. По-разному летит у нас доместик, большая часть рейсов летит без посадок до ближайших наших как раз таки аэропортах Аэрофуши и Ханимаду, тем не менее посадки возможны не более одной. По нашей практике, как правило, процентов 80 рейсов местных авиалиний, они летят беспосадочно. Компания Мантаэйр, все время, все верно, Екатерина, трансферы выполняются компанией Мантаэйр. Да. И еще важный момент, если вы будете смотреть наши предыдущие какие-то вебинары, особенно в 23-м году, когда вы будете смотреть информацию по нашим трансферам на местных авиалиниях, вы увидите такой маленький самолетик 18-местный, который летал эксклюзивно, как private jet к нам на курорт. Этот трансфер уже отменен, поэтому местные авиалинии это стандартные трансферы на местных авиалиниях, то есть наш маленький самолетик более мы уже не продаем как доместик. Теперь у нас трансферы на местных авиалиниях идут на стандартных самолетах местных авиалиний. Надо сказать, что Мантаэйр к нам на север ставит очень хорошие самолеты. Почему? Потому что мы туда летим, скажем так, в большинстве своем беспосадочно, поэтому это очень хорошие качественные самолеты, новые, красивые, поэтому можете смело продавать доместик в Джеймана пару. Олеся, вы знаете, относительно включена ли стоимость трансфера в тур вам лучше будет согласовать с командой Интурист, потому что безусловно наши трансферы идут за дополнительную плату, тем не менее это уже закладывается в стоимость всего пакета. Когда мы получаем заявочку от нашего партнера, мы уже сразу знаем, какой трансфер вы забронировали. Единственное, что вам нужно будет обсудить вопросы, как это бронируется, либо сразу в пакете, либо как дополнительная услуга, поэтому компания Интурист вам обязательно ответит на этот вопрос. Когда вы будете покупать, бронировать тур в Джеймана на фару, безусловно, мы получим это уже как полный пакет с проживанием, с питанием и с трансфером в том числе. Причем мы уже с вами заранее понимаем, бронируете вы на гидросамолете или на доместике. Ну что, по трансферам шагаем дальше. Все, разобрались. Что касается нашего острова, наш курорт очень легко продавать. Вот, обратите внимание, 600 на 800 метров очень легко продавать, всего две пляжные категории и две водные категории. Наши бич-виллы, это стартовая категория, это 200 квадратов, вот здесь несколько вилл, и вот здесь все побережье, это тоже бич-виллы. Обратите внимание, пожалуйста, друзья, что наши бич-виллы, они все находятся с восточной стороны. Соответственно, это будет вид на восход. Все бич-виллы, они все с восточной стороны. 200 квадратов однокомнатные виллы с бассейном во внутреннем дворике. Вот эти вот голубенькие такие окошечки, это наши бассейны. У нас все виллы, без исключения, с бассейнами. С западной стороны расположены наши делакс-бич-виллы. делакс-бич-виллы. То есть все делаксы, они смотрят на сторону заката. В чем здесь у нас особенность? Это будет уже премиальная категория размещения, гостиная плюс спальня, 400 квадратных метров, и бассейны также расположены во внутреннем дворике. Водные ветки вилл у нас представлены двумя ветками, поэтому основное отличие идет только в виде это санрайз и сансет, и мы можем бронировать для гостей что санрайз, что сансет в сторону, так скажем, лагуны или в сторону океана. Абсолютно легко. С наших водных вилл вы уже можете сразу уходить на домашний риф. Домашний риф у нас расположен вот здесь по джете. У нас два джете, поэтому в зависимости от сезона у нас гости прилетают на один из джете. Что у нас еще есть? Два бассейна, один бассейн вот здесь внутри острова полностью утопает в зелени и прекрасный инфинити бассейн с видом на океан. Сразу вы уходите на горизонт. У нас есть две резиденции на пляже с двумя и с тремя спальнями и одна резиденция с двумя спальнями на воде. У нас есть корт для тенниса, поле для мини-футбола. И в бадминтон. Безусловно, все необходимое для отдыха наша спа. Обратите наш спа-центр. Вот здесь спа-центр. Посмотрите, как много места на острове занимает наш спа-центр. Поэтому курорт очень красивый, зеленый и невероятно активный с точки зрения развлечений. До развлечений мы еще дойдем. Пока мы с вами поговорим про вилы. Еще раз повторюсь, что нас очень легко продавать. Это две категории пляжных вилл, две категории водных вилл и, собственно говоря, три наших резиденции. Что у нас интересного? Так, так, так. Что у нас интересного по нашим виллам? Стартовая категория это бич-виллы. Все с бассейном. Еще раз повторюсь, бассейны во внутреннем дворике 200 квадратов. косметика в нашем отеле основная на виллах и резиденциях это косметика Элемис. Очень комфортный и эко такой дружелюбный и гипоаллергенный бренд, как для мужчин, так и для женщин подходит, поэтому мы его не различаем. В каждой вилле есть кофемашина и у нас виллы разной категории. Вы можете пожелать виллу, например, с открытым видом на океан или же может быть ваши гости хотят максимально комфортно размещаться в таком, знаете, закрытом формате, когда у них будет стопроцентная приватность и гостей будет не видно со стороны пляжа, поэтому любой вариант он возможен. Наши водные категории, они все идут по 135 квадратов, это единое пространство, нет отдельной зоны гостиной, опять же, гости размещаются в едином пространстве. Вот уже если для вашей семьи важно, чтобы, например, детки с родителями размещались в двух разных помещениях, тогда мы бронируем с вами категорию делакс. В делаксе у нас идет отдельно гостиная и отдельно спальня, разделенная между собой раздвижной дверью и кондиционер у нас есть как в гостиной, так и в спальне. И самые наши высокие категории размещения это резиденции Two Bedroom Ocean Residence это резиденция с двумя спальнями с видом как на восход, так и на закат и с одной общей гостиной. Ванные комнаты есть в обеих спальнях и в спальне на закат и в спальне с видом на восход. И также ванная комната еще есть непосредственно в гостиной, поэтому гости могут быть не только одной семьей, это могут быть, две семьи друзей, да, то есть абсолютно комфортно. Обратите внимание, какой красивый панорамный бассейн, и здесь ваши гости могут сразу уходить на домашний риф, комфортно на снорклинг. Ирина, читаю ваш вопрос. Ирина, не совсем понимаю вопрос, есть ли вины? Ирина, спасибо большое, да, я поняла ваш вопрос, нет, твинов в отеле у нас нет, у нас все виллы и резиденции с одной большой кроватью, если мы говорим по дополнительным спальным местам. Мы везде можем комфортно размещать 2 плюс 2, мы используем в качестве дополнительных кроватей имеющиеся стационарные диваны в каждой вилле и резиденции и также мы можем поставить одну дополнительную кровать на каждую виллу и резиденцию. В резиденции безусловно можно разместить побольше гостей, потому что там больше пространства. На виллах, если мы берем бич-виллы, делакс-бич-виллы и водные виллы, наше основное размещение это 2 плюс 2 или 3 плюс 1, в делаксе мы можем разместить чуть мы можем разместить и 3 плюс 2 по большому счету. Единственное, что здесь нужно будет смотреть насколько или 2 плюс 3 правильнее там сказать, когда с тремя детками едут. единственное, что нужно будет смотреть по спальным местам, насколько это будет комфортно. У нас есть схема расположения дополнительных кроватей по каждой вилле. В случае необходимости, если у вас будут большие семьи, пожалуйста, пришлите запрос нашему партнеру компании Интурист и у нас есть, еще раз повторюсь, с фотографиями, как выглядят все дополнительные спальные места и мы сможем вам дать точную информацию и заранее согласовать, насколько это будет удобно для ваших гостей. Если гости согласны, потому что, безусловно, чем больше дополнительных кроватей, раскладных диванов на вилле, тем более, скажем так, тем более скупо будет на свободное пространство. Чем меньше дополнительных кроватей, тем больше будет открытого пространства для перемещения гостей по вилле. Также у нас есть еще резиденции, это вот, как раз для больших семей с двумя спальнями на пляже и с тремя спальнями на пляже. Обратите, пожалуйста, внимание, какие у нас красивые резиденции. Это настоящие коттеджи, видите, двухэтажный коттедж, огромный бассейн, поэтому обратите, пожалуйста, внимание, что если у вас едут большие семьи или большие компании, особенно в трехспальной резиденции, вообще наша самая топовая категория, безусловно, это будет очень комфортно. Давайте еще посмотрим, какие могут быть коттеджи, это поместье, это точно. Вообще, вы знаете, если мы берем с вами по площади нашу три-бедром резиденции, можете представить, это две тысячи квадратных метров. Это просто фантастика, по нашим с вами меркам это несколько дачных участков. То есть это действительно огромный масштаб. Давайте подумаем, что еще может интересовать по размещению. Максимальная приватность, бассейны во внутреннем дворике, что дает возможность вашим гостям отдыхать максимально комфортно, скрыто от посторонних глаз. Если ваши гости любят костюм Адама и Евы, безусловно, наш отель будет самым удачным попаданием для примерки этого костюма на себе во время отдыха, потому что наши бассейны во внутреннем дворике, они дают все возможности для гостей полного приватного отдыха. Именно поэтому нас, кстати, очень любит рынок Ближнего Востока, потому что у нас максимальная приватность. Косметика Элимес, наборы для чая, кофе, все это на вилле есть, кофемашины есть, водичка пополняется каждый день, две бутылочки водички мы ставим на виллу, иногда гости просят и дополнительную водичку, безусловно, мы никогда не отказываем. Отличный вопрос, Юлия, спасибо большое, как раз актуальный вопрос по виллам. у нас идет, знаете, наша команда курорта, она настолько бережно и ценно относится к нашему острову, что у нас постоянно что-то дорабатывается на острове. В частности, основной большой ремонт всех вилл и резиденций был проведен в 2022 году. Это были самые большие масштабные работы. Тем не менее, каждый день мы проверяем все наши виллы, и как только наша команда что-то находит заслуживающего внимания, сразу же мы эти виллы начинаем, скажем так, подрабатывать. Также по территории всего острова мы вновь привезли и засыпали дорожки у нас на курорте для того, чтобы гостям было максимально комфортно перемещаться, потому что, несмотря на то, что мы предоставляем велосипеды бесплатно для всех гостей на всех виллах и резиденциях, тем не менее, у нас остров он небольшой, средних размеров, правильнее сказать, 600 на 800 метров. У нас босоногий отдых очень любим гостями. У нас очень много гостей, которые отдыхают босоногого у нас на курорте. Именно для этих гостей мы привезли новый красивый песок и засыпали все наши дорожки. Поэтому у нас для всех любителей босоногого отдыха идеальные условия. Например, вчера наш генеральный менеджер, наша команда всегда делится с нами всеми новостями, мы всегда остаемся в курсе всех событий, несмотря на то, что на острове не нахожусь я лично, поэтому я, тем не менее, как будто бы всегда на нем присутствую, потому что наша команда делится всеми новостями. В частности, вчера наш генеральный менеджер поделился информацией, что мы полностью заменили все указатели на острове, они теперь у нас ночью подсвечиваются, и гости, которые перемещаются в вечернее время суток, а вы знаете, на Мальдивах очень рано темнеет, в районе шести часов вечера, уже темно, соответственно, очень комфортно, вы легко ориентируетесь в навигации острова, за счет того, что теперь вечером все подсвечивается, вы сразу же видите, куда идти. Мы, например, сейчас ждем новые сланцы, к нам поступают новые сланцы, опять же, у нас остров, он очень такой, знаете, эко-френдли, как это сейчас говорят, мы всю нашу продукцию, которая сопровождает отдых гостей, мы ее перерабатываем из уже использованных материалов, пластик, ткани и так далее, то есть все наши сумки, наши сланцы, мы все это делаем из переработанных материалов, таким образом, за последний год, за последние несколько месяцев мы существенно сэкономили выбросы пластика, каких-то вот этих, сложно перерабатывая их материалов, которые могут загрязнять окружающую среду, плюс к тому же мы собираем батарейки, мы собираем батарейки не только у себя на курорте, но мы собираем батарейки и со всех близлежащих местных островов, наша команда делает большие выезды и собирает батарейки для того, чтобы не загрязнять окружающую среду, вообще нужно сказать, что в целом на Мальдивах это сейчас распространено, тем не менее, у нас на курорте это действительно философия нашей команды, почему, потому что у нас курорт, который создает невероятную атмосферу для гостей, когда вы к нам попадаете, вы как будто бы приезжаете к своим самым лучшим друзьям, с чем это связано, это связано с тем, что, во-первых, у нас команда работает, практически все сотрудники у нас работают больше 10 лет на острове, плюс к тому же, все сотрудники, которые местные, да, мальдивцы, практически все они живут у нас на атолле, соответственно, курорт Джейманафару они воспринимают как свой родной дом, поэтому у них отношение к острову не просто как к месту своей работы и к получению своей зарплаты, а как к своему собственному дому, а вы знаете, мы все любим и ценим свой дом и, конечно же, никто не любит сорить, мусорить и делать что-то неприятное на своем собственном земельном участке или в своей квартире, все очень бережно и трепетно относятся к своему жилищу и также трепетно мы относимся к нашим гостям и вся наша команда относится к нашим гостям, почему? Потому что мы не воспринимаем гостей как туристов, мы воспринимаем гостей как своих друзей, которые приехали к нам в гости, мы их ждем, мы каждого гостя ждем с нетерпением и мы очень рады, что гости к нам приезжают и мы каждого гостя встречаем как своего самого большого, дорогого, любимого друга, по которому мы уже успели соскучиться. Поэтому, Юля, отвечая вопрос по реновации, наш курорт просто потрясающе свежий, чистый, знаете, такой бодренький и очень ухоженный за каждой виллой, за каждой, за каждым рестораном, за каждой, знаете, даже вывеской на курорте наша команда следит очень трепетно. Поэтому реновации происходят постоянно. Сейчас самый большой проект, который мы ожидаем, это замена текстиля на виллах. Это тот проект, который нас сейчас ждет, скажем так, в перспективе. Мы заменяем постепенно велосипеды, мы уже очень много новых велосипедов купили, сланцы мы новые получили, пляжные сумки новые у нас абсолютно красивые, очень ярко выглядят, ярко с точки зрения своего качества. У нас как раз таки вся расцветка, она, знаете, таких пастельных тонов, нет такого китча, да, то есть очень все изысканно, вот действительно изысканно, это про нас. У нас есть русскоговорящие сотрудники, мы не называем батлеры, мы называем консьержи, потому что консьерж, он обслуживает несколько вилл. Наши консьержи, вы знаете, вот так отвечают гостям буквально за одну минуту. Также у нас есть баги, гости очень легко перемещаются на багах, и что у нас еще есть интересного, русскоговорящий персонал, помимо консьержей, официанты и менеджер в СПА у нас также говорит на русском языке, что дает, вы знаете, такую вот комфортную возможность отдыха на всех основных локациях нашего острова. Наш остров находится в Ха-Алифу-Атол, Ирина, отвечая на ваш вопрос, Ха-Алифу-Атол, самый северный атол мальдивских островов. Кстати, Юлия, я не увидела вторую часть вашего вопроса, да, безусловно, у нас есть фото новых интерьеров, поэтому ссылку на все материалы пришлем, у нас есть еще телеграм-канал, там тоже можно задавать вопросы, у нас, кстати, телеграм-канал открытый, нам нечего скрывать, мы не боимся быть с вами в открытом диалоге, поэтому обратите внимание, наш телеграм-канал дает вам возможность писать комментарии, задавать вопросы, мы абсолютно открыты для контакта с нашими партнерами, наш канал исключительно для вас, для турагентов, туроператоров, DMC-партнеров, B2B, мы с прямыми клиентами не контактируем. Что еще у нас интересного? Да, сейчас мы все отправим, и на слайде будет, поэтому, Светлана, все контакты все оставим, и вот как раз, Ольга, ваш вопрос, как нельзя вовремя? Действительно наш курорт для гурманов, и почему? Потому что в 2023 году Джеймана Фару был признан Best Culinary Resort, что это значит? Это значит, мы стали лучшим кулинарным курортом на Мальдивских островах. Обратите внимание, наш уровень 5 Deluxe, стоим мы ниже своего уровня, тем не менее, мы обошли даже люксовые отели в этой номинации. Почему? Именно потому, что у нас безукоризненная кухня, наш отель действительно для гурманов. Друзья, дайте нам одну бронечку в наш отель, у нас нет, опережая ваш вопрос, который был ранее задан предыдущему спикеру, у нас нет специальных тарифов для сотрудников туриндустрии. Нам нужна хотя бы одна бронечка, лучше чем больше, тем лучше, безусловно, и мы готовы предоставить вам комплементарные ночи для того, чтобы вы посетили и посмотрели наш отель. Юлия, спасибо вам большое за отзыв, очень приятно, действительно, Джеймана Фару очень вкусный курорт, и как раз у меня слайд именно про это. В чем особенность отдыха на курорте Джеймана Фару? Это наша кухня, помимо безукоризненного сервиса, кухня это наш основной элемент, знаете, таких сильных отзывов и позитивных отзывов гостей. Во-первых, у нас открылось еще несколько новых баров, и плюс мы провели еще некоторую реконструкцию ресторанов, чуть-чуть попозже об этом скажу, в чем наша основная особенность. У нас нет шведского стола, у нас только а-ля карт-меню, у нас есть небольшая шведская линия на завтрак, тем не менее, все горячие блюда и на завтрак, и на обед, и на ужин мы готовим индивидуально под каждого гостя. Что это дает? Прежде всего, свежайшее приготовление из-под ножа наших поваров. Гости получают свежайшее блюдо в течение всего своего отдыха. Второй момент. Ваши гости абсолютно не привязаны к какому-то расписанию в течение дня. Им не нужно отслеживать, что если до трех часов гости не успеют пообедать, то тогда вам нужно уже только ждать ужина. потому что обед пропустили. Вы можете прийти пообедать в любое время, поужинать вы можете прийти также абсолютно в любое время. Плюс к тому же, опять же, мы можем полностью угадать все вкусовые предпочтения ваших гостей. Ну, например, гости хотели бы греческий салат, но не едят, например, перец. Пожалуйста, мы его уберем. мы можем варьировать приготовление наших блюд в зависимости от того, как ваши гости предпочитают питаться. Плюс, помимо того, что у нас, безусловно, есть вся кухня и морепродукты, и мясные блюда, безусловно, у нас есть и бургеры, да, более такая, скажем так, вредная еда, тем не менее, у нас есть и новое ответвление в меню. Что это значит? У нас есть широкая концепция, мы ее называем как Wellness Your Way. Что это значит? Это значит, что у нас есть широкий ассортимент блюд для здорового питания. Когда тот же бургер, мы его подадим, исходя из ингредиентов, скажем так, здоровой кухни. Правильное питание это у нас тоже есть. Дальше я по чуть-чуть начинаю листать для того, чтобы показать вам наши красивые рестораны. Основной ресторан, да, где мы сервируем завтраки, обеды мы сервируем в ресторане Andiamo и в основном ресторане, а вот на ужины по концепции Dine Around у нас уже доступны все рестораны и бары. Обратите внимание, что все рестораны и бары у нас доступны для питания гостей. У нас полная концепция Dine Around. Елена, прекрасный вопрос, как мы начинаем кушать и заканчиваем кушать на острове. У нас есть все типы питания, завтрак, полупансион, полный пансион и все включено. Завтрак мы сервируем с 7 утра. С 7 утра мы уже начинаем наливать игристое. Поэтому все наши гости идут на завтрак с удовольствием. Даже те гости, которые не употребляют алкоголь, они все равно идут на завтрак с удовольствием, потому что у нас есть безалкогольное игристое. Это невероятная находка курорта Джеймана Фару. У нас потрясающее безалкогольное игристое. Дальше. Вот здесь одну паузу делаю White Orchid Lounge. Теперь это не просто лаунч, теперь это полноценный ресторан азиатской кухни, плюс здесь мы открыли топаньяки, мы вернули топаньяки, 3 года назад мы его убирали, все наши постоянные гости очень просили вернуть топаньяки, просто пример того, насколько лояльная наша команда. Можете себе представить, даже в отзывах, онлайн-отзывах наши гости, регулярные гости, которые много раз к нам приезжали, просили вернуть топаньяки. Настолько удивительная команда курорта, мы слушаем каждое малейшее пожелание гостей, мы вернули топаньяки, только потому, что поступали отзывы от гостей, и мы поняли, что гостям это нужно, соответственно, это нужно и нам, и мы все это вернули. Что касается наших типов питания, возвращаясь, на полупансионе и полном пансионе водичка входит бесплатно, также чай и кофе мы подаем нашим гостям. Поэтому обращайте на это внимание. Алексей, на завтрак у нас есть небольшой буфет, но это холодные закуски и выпечка. Горячее у нас идет по а-ля карт. На all-inclusive у нас нет шведской линии Мария, все верно, у нас только а-ля карт, индивидуальная подача блюд. All-inclusive у нас действует до закрытия наших ресторанов и баров. Например, бар Велли у нас работает до полуночи и позже полуночи до последнего гостя и на напитки там закусок, ну там еды нет, там только напитки и такие легкие закуски в виде комплимента к напиткам. Соответственно, у нас там гости также на all-inclusive до полного закрытия бара приятно проводят время. Что касается нашей, вот как раз наш новый бар Велли, это открытая терраса. Светлана, all-inclusive у нас до закрытия наших ресторанов и баров. То есть, например, вот допустим, закрывается наш основной ресторан в 22.00. All-inclusive будет до 22.00 в основном ресторане. гости заказывают кушать, заказывают напитки. Например, бар Велли, который мы сейчас с вами смотрим, он работает до закрытия, но здесь нет еды, здесь только напитки и сокомплименты по, скажем так, по сопровождающей напитки. Здесь мы работаем до последнего гостя, последний гостя в зависимости от заезда. Кто-то там в один день до 12, в другой день и до часу ночи у нас гости бывают и попозже, и, соответственно, мы продолжаем обслуживать наших гостей. У нас нет окончания какого-то определенного времени действия All-Inclusive, да, то есть в зависимости от того, как работают рестораны, там, допустим, там, ресторан Ocean Grill, да, то есть, опять же, здесь у нас с вами будет заказ блюд до 21.30, насколько я помню, соответственно, напитки гости могут заказывать и позже. Как выглядит наша концепция «все включено»? На обед это закуска и основное блюдо либо десерт, на ужин это закуска основное блюдо и десерт, но салаты также мы относим к закускам, и гости могут варьировать, могут взять два старта и основное блюдо, могут взять два десерта, в чем здесь самое главное преимущество? Порции очень большие, у нас голодными никто не остается, порции очень большие, как правило, я вам честно скажу, у нас редкий гость может взять сет из трех блюд, даже сет из двух блюд, это, знаете, как вам сказать, это съесть наполовину на самом деле, очень большие порции, очень и очень большие порции. что у нас еще есть новенького, три раза в неделю мы делаем тематические вечера, вот здесь уже будет all-inclusive, на открытом воздухе мы сервируем столы, и это будет формат шведской линии, это действует для всех гостей, на всех типах питания, в том числе и на гостей для all-inclusive, полностью шведская линия, и это ресторан мальдивской кухни, это ресторан морепродуктов на гриле, и это получается кухня азиатской уличной еды, то есть три темы в течение недели у нас работают по принципу шведской линии, когда на открытом воздухе мы это все сервируем. Тематические вечера, если гости хотят воспользоваться, например, ужином в рамках тематического вечера, да, они идут сюда, это мальдивская кухня, азиатская кухня, уличная азиатская кухня и морепродукты гриль, если гости хотят поужинать тихо, спокойно а-ля карт, они могут пойти поужинать индивидуально, тихо, спокойно, не присоединяясь к мальдивским, к тематическим вечерам. Да, все верно, либо ресторан, либо тематический вечер, все верно, как больше подходит гостям. Также у нас есть встреча с GM, с генеральным менеджером, коктейль с генеральным менеджером, и также, что у нас еще есть новенького, наш винный погреб, который всегда идет за дополнительную плату, даже на All-Inclusive, три раза в неделю мы здесь делаем тоже ужины для всех гостей. То есть, когда мы предоставляем, скажем так, общее меню, это будет не индивидуальное посещение в качестве дегустации, это будет в рамках концепции забронированного типа питания можно посетить ужин в винном погребе. Единственное, что на всех типах питания ужин в винном погребе будет идти за дополнительную плату. Если выберем по винному погребу разные концепции, там разные Татьяна, ужин в винном погребе будет идти всегда за дополнительную плату. Если мы берем, например, индивидуальный ужин в винном погребе, он будет стоить порядка 700 долларов, но также три раза в неделю мы делаем общий ужин для гостей по бронированию, он будет стоить существенно дешевле, когда гости могут воспользоваться такой возможностью и поужинать в винном погребе с другими гостями курорта. Но эта услуга на всех типах питания, она будет всегда идти за дополнительную плату. Даже в рамках концепции питания все включено. У нас есть все пакеты завтраки, полупансион, полный пансион и все включено. Все верно, Наталья. Все типы питания. Татьяна, спасибо большое вам за комментарий. Буду стараться рассказывать полегче, чтобы легче воспринимать информацию. Ну что, тогда шагаем дальше. У нас осталось совсем мало времени и мы сейчас переходим к развлечениям. Что у нас еще есть на острове? На острове у нас есть теннисные корты, футбольное поле, поле для мини-футбола, правильнее сказать. Все возможные моторизированные и не моторизированные водные виды спорта. У нас есть также велосипеды, которые предоставляются бесплатно. Для всех гостей мы бесплатно предоставляем ласты, маски для снорклинга. У нас есть прекрасный детский клуб с великолепной детской программой. Пока у нас только англоговорящие специалисты. Тем не менее, мы надеемся, что рано или поздно к нам присоединятся и русскоговорящие специалисты. Великолепный спа, просто роскошный спа, 30% острого занимает. И также, что еще хотелось сказать, что наш курорт Джеймана Фару идеально подходит для всех любителей дайвинга. У нас профессиональный спот для дайвинга, поэтому обращайте внимание, если у вас есть дайверы, это точно к нам, потому что мы единственный отель в своем атоле, у нас нет никакой конкуренции. Ну и также все возможные события, активности, все это можете провести у нас на острове. Асмик, спасибо вам большое за приятный комментарий, очень приятно. Что касается мини-клуба, мини-клуб у нас мы принимаем деток с трех лет, обычно нам деток оставляют где-то примерно до 8 лет, позже не оставляют, потому что уже не так интересно деткам. Детки постарше пользуются нашей общей инфраструктурой для отдыха, у нас есть общая игровая зона для подростков, для детей постарше, для взрослых, там есть PlayStation, настольный теннис, бильярд, различные игры, поэтому деткам как правило постарше, им просто в мини-клубе неинтересно. Юлия, пожалуйста, ваши детки постарше 12 лет могут прийти в мини-клуб, только я вам скажу откровенно, им там будет особо нечем заняться, неинтересно, потому что мини-клуб, он работает деток с 3 лет, соответственно, 12-летним деткам им вряд ли будет масштабно интересно с детками там, знаете, возраста примерно там 6-7 лет и так далее. Татьяна, да, PlayStation у нас есть, также есть бильярд, также есть настольный теннис, все это у нас есть для отдыха гостей. Подписывайтесь наш телеграм-канал, здесь будет информация по всем нашим отелям, Дубай, Мальдивы, Сейшелы, поэтому, пожалуйста, обращайтесь, будем очень рады видеть у нас в телеграм-канале. Я передаю слово Дарье и команде Интурист, потому что мы уже, я вижу, заканчиваем по времени и пора передавать слово. Спасибо большое, да, коллеги, давайте поблагодарим Таню, накидаем ей огонечков, на мой взгляд, замечательная презентация, Таня, спасибо большое, что сразу комментировала по каждой теме, особенно мы подробно разобрали трансферы, потому что действительно на практике огромное количество вопросов именно по этой теме, и вот еще с утра у нас был вопрос как продавать Мальдивы, если уходят самостоятельное плавание туристы, вот как раз и рассказывайте им про трансфер, о том, что если они все сами без нас, то они сами за себя и отвечают, да, и могут быть, ну, там куда-то не поняли, не улетели, не прилетели и так далее, если самостоятельно летят, Тань, спасибо большое, у нас же еще мало видео есть, да, давайте поставим видео, да, пока мы давайте поставим видео и после него продолжим наше общение, да, до сих пор. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Супер! Замечательное такое вдохновляющее видео. Таня, спасибо огромное за презентацию. Все контакты Татьяны у вас есть. Есть ссылка на телеграм-канал. Ну что ж, а я передаю слово Милане Тоневой, которая уже присоединилась к нам. Милан нам расскажет про отели Робинсон. Это отели для таких активных путешественников. Знаете, я вот хотела бы сказать, что нам, офисным работникам, очень часто не хватает элементарного движения. И у всех есть силы до работы, после работы бегать в спортзале. Вот, отель Робинсон, это как раз, мне кажется, то, что поможет вашим туристам провести время очень активно, да, если я не ошибаюсь, Милана. Это абсолютно верно. Абсолютно верно. Итак, презентация Робинсоны. Вот она, да, она? Да. Друзья, всем доброе утро. Коллеги, рада приветствовать вас вновь. И да, сегодня тема нашей встречи – это сеть отелей Робинсон. Огромная благодарность туроператору Интуристу за предоставленную возможность встретиться с вами сегодня и поговорить про такой замечательный активный бренд. Абсолютно верно было замечено, что это отель для тех клиентов, кто не любит сидеть на месте. Кому нужен постоянный движ, у кого много энергии, нужно куда-то ее выплескивать. Отели Робинсон – это немецкая цепочка, это немецкий бренд. И это клубная система. Клубная система предполагает наличие всего абсолютно в одном месте, так, чтобы не было необходимости даже подумать о том, что бы мне еще хотелось или чего-то, может быть, мне не хватает. Напомню, меня зовут Милана, мы представительство MMA Consulting, мы работаем с разными отелями, принимающими компаниями. И тема сегодняшней нашей встречи – это отели Робинсон. 26 отелей по всему миру. Мы работаем с отелями на Мальдивах, в Таиланде, на Кипре и в Турции. Отели для веселых, для активных, для жизнерадостных, для оптимистов, для любителей вкусно поесть, для любителей здорового образа жизни, для семей с детьми, для пар. Отели делятся как на семейные и отели для пар. И об этом мы тоже сегодня поговорим. Отели Робинсон – это невероятно вкусная гастрономия, это вечеринки, тусовки, это очень классные развлекательные тематические мероприятия по вечерам, различные шоу-программы, это множество спортивных мероприятий, это и групповые, это индивидуальные программы, различные невероятные программы как для глюши и тела, спокойные такие, релакс, так и активные и бодрящие. Отели на Мальдивах у нас расположены в двух разных совершенно локациях, но это, как знаете, такие два брата-близнеца. Почему? Потому что невероятно красивый коралловый риф, природный, зелёный, очень настоящий остров, но отели разной концепции. Вот в этом на самом деле отличие двух отелей на Мальдивах. Отели Робинзон на Мальдивах работают по системе «Всё включено», и система «Всё включено» специально была разработана для концепции отеля Робинсон. Это невероятно вкусное блюдо, огромное разнообразие. Наш шведский стол поражает воображение любого гурмана. И, да, отели Робинсон, можно прям себе сразу поставить заметочку, это для тех, кто любит вкусно, правильно, сытно поесть. Концепция all-inclusive – это разнообразие шведского стайла, плюс большая барная карта, винная карта, коктейльная карта. Поэтому, пожалуйста, обратите внимание на наши отели, если ваши клиенты – настоящие гурманы. Для любителей здорового образа жизни на станции шведского стола есть отдельная станция WellFood, в которой все блюда из экологически чистых продуктов, так скажем, безглютеновых, без лактозы, если это молоко, допустим, молочные продукты. Такая специальная станция для тех, кто именно следит за своим здоровьем. И все наши блюда имеют специальные ингредиенты, которые вызывают гормоны радости. Поэтому, поев в ресторанах, отведав блюда в отелях Робинсон, у вас повышается гормон радости, и вам становится на душе теплее и веселее. Обратите, пожалуйста, внимание на подачу блюд. У нас все блюда подаются в таком очень красивом виде. И оно практически как в ресторане а-ля карт. Хотя напомню, что основное питание проходит по системе шведский стол на завтрак, обед и на ужин в основном ресторане. Рестораны а-ля карт идут уже за дополнительную плату. Еще особенности отелей Робинсон в том, что несколько раз в неделю проходят различные тематические вечеринки. Один из таких фестивалей, гастрономический фестиваль Taste Jam, это когда станции с блюдами разных кухонь мира выставлены, и гости вместо обычного ужина на шведском столе имеют возможность отправиться в гастрономическое путешествие и попробовать блюда разных кухонь мира. Это проходит все несколько раз в неделю. У нас есть наше приложение Robinson, которое можно скачать и отслеживать все эти мероприятия. Специально готовится к ним, готовит свои желудки. Также одна из очень интересных концепций, которая есть как на наших ресторанах, на шведском столе, в спа-центре и фитнес-центре, это балаюр, концепция аюрведическая. То есть, если, допустим, ваши гости хотят попробовать аюрведические какие-то комплекс процедур, но все-таки еще не рискнует отправиться на полный курс панча-кармы, то можно попробовать уже такой курс для начинающих в наших отелях. На шведском столе у нас есть станция аюрведических блюд. Балаюр – это переводится как баланс жизни. И блюда разделены для трех дош. В концепции аюрведы у нас все люди делятся на три типа в соответствии с тремя дошами. И на шведском столе, соответственно, есть и блюда, и напитки для каждого определенного типа дош, типа человека. И узнать свою дошу можно, конечно же, обратившись к специалистам нашим. Допустим, в спа-центре можно прийти, провести небольшое тестирование, понять, к какому типу доши относитесь вы. И вам в соответствии с этим подберут и спа-процедуру. В фитнес-центре можно пойти на специальные активности в соответствии с вашим типом доши. Ну, а в ресторане вы уже будете, конечно, прибегать к специальным блюдам. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду. Тоже очень интересная концепция во всех наших отелях. Ну, и одна из таких тоже самых главных интересных фишек отеля «Робинзон» – это «Well Fit». Это спорт, это множество активностей. Это различные программы групповые, индивидуальные. Это и кардио, и тренировки, и танцы, акваэробика. В общем, множество, множество, множество всего. Тренажерные залы наши оснащены тренажерами самой последней, самого последнего слова – техники. Есть, конечно же, тренировки и для души, и для души, и для тела. Да, релакс-тренировки. Программа очень насыщенная. Мы специально вставили слайд с одним из вариантов проведения недели. Точно такая же программа есть и, во-первых, в номерах, во-вторых, в нашем приложении. Поэтому можно отслеживать все мероприятия, активности, вечеринки и спортивные мероприятия. Есть и волейбольная площадка, есть и теннисные корты в отеле, и знаменитая сауна, и в каждом отеле – отель «Робинсон». Для также души и тела – это прекрасные спа-центры, которые есть в каждом отеле с различным набором спа-процедур. Отель «Робинсон Нуну». «Робинсон Нуну» находится у нас на севере. Мы летим от международного аэропорта в Малея до Атолла Нуну на гидросамолете 45 минут. Отель «Робинсон Нуну» подходит для любой категории клиентов, это и семьи, могут быть и пары, почему бы и нет. Отель «Работает на все включено», имеет невероятно красивый домашний коралловый риф с множеством таких разнообразных морских обитателей. Отель «Робинсон» подходит для любой категории клиентов, в том числе и прекрасный отдых с детьми. Центр водных видов спорта предлагает разнообразные водные виды спорта. Все они идут за дополнительную плату. То есть программа «Все включено». В данном случае у нас не включает никакие водные виды спорта. У нас в отеле 150 номеров, виллы как на пляже, так и на воде. Самая базовая категория, обратите внимание, это домик, в котором находятся 4 номера. И номер достаточно просторный. Вы видите 112 квадратных метров. И, пожалуйста, обратите внимание, что если у нас номер находится на первом этаже, то у ваших гостей есть душ на открытом воздухе. И если номер находится на втором этаже, у ваших гостей также есть душ на открытом воздухе. На самом деле это редко можно встретить в такой концепции размещения, но у нас в отеле это есть. Следующая категория – это виллы с бассейном. И обратите, пожалуйста, внимание на расположение бассейна. Бассейн у нас находится либо с видом на океан, либо в саду. Вот если у нас бассейн с видом на океан, то это, так скажем, одна прелесть, когда вы можете купаться в бассейне, любоваться на океан. А если у нас бассейн в саду, как, допустим, в данном слайде, то это более безопасно, это более приватно, более безопасно, я имею в виду, для детей. Детишки купаются в бассейне, и можно быть спокойным, что они не убегут, допустим, в море, в океан, купаться самостоятельно. Также это более приватный вариант, когда можно насладиться своим приватным бассейном и скрыться от посторонних глаз. Водные виллы имеют все бассейны абсолютно. Они очень просторные, очень стильные. На воде мы также размещаемся с детьми. Желание клиента, как говорится, закон. И президентская вилла. Президентская вилла – наша красавица, наша гордость. Очень просторная, стильная. В ней достаточно часто размещаются большие семьи. Детский клуб. И наши самые важные гости – детишки. Дети в отеле «Робинсон» считаются детьми до 17 лет. Пожалуйста, обратите внимание на сколько различных услуг для самых маленьких гостей мы предлагаем в отеле. И подогреватели для бутылочек, да и детское меню, детские стульчики, радионяни, детские кроватки. Все это можно по запросу принести в номер клиента. Три детских клуба для детей трех возрастов – от трех до шести, от семи до двенадцати и от тринадцати до семнадцати лет. И, соответственно, разнообразные программы для детей разного возраста. Также в ресторане ранний ужин для детей начинается в восемнадцать ноль ноль. На час раньше, чем ужин для всех гостей. По вечерам самая главная традиция – это встреча заката. Встреча заката проходит в нашем саунд-даун-баре. На таких вот мягких креслах-мешках с различными коктейлями, закусками. И невероятно красивая традиция, которая соблюдается каждый вечер всеми нашими гостями под аккомпанемент живой музыки. Ну а когда солнце село, как говорится, снимаем шляпы, и начинаются различные вечеринки, диджей-сеты, пляжные вечеринки. Вот недавно, кстати, у нас была вечеринка под названием Silver Universe в картах серебряный или белый. И всегда можно прочесть, узнать о том, какие вечеринки будут проходить, когда, чтобы заранее подготовить костюм в нашем приложении. Robinson Maldives. Robinson Maldives – это отель, который предлагает отдых только для взрослых. Без детей, никаких детских криков и визгов, все по-взрослому, вечеринки для взрослых. Отель находится на Южном Атоле, Гафу Алифу Атоле, и принимает взрослых и детей от 18+. Ну где-то уже, конечно, не дети далеко, да, но подростки, можно сказать, взрослые подростки. Невероятно красивый зеленый тропический остров с очень красивым домашним коралловым рифом. Добираемся до отеля мы на внутренних авиалиниях. Самолет у нас летит час 15, и затем мы едем еще на катере около 30 минут до отеля. Важное объявление, важное замечание, примечание. Отель закрывается на полную реновацию буквально через несколько дней в середине апреля и откроет свои двери уже в следующем году в апреле полностью обновленным. Как только у нас будут рендерные фотографии, макетные фото-видео, мы обязательно с вами поделимся. Вы будете одними из первых, кто увидит, что же будет нас ожидать в следующем году. Robinson Club Maldives имеет очень много отзывов от тех, кто побывал в отеле и попробовал отдых для взрослых. На самом деле мы гордимся тем, что во всех наших отелях очень много постоянных гостей, и новый рейтинг наших отзывов всегда только пятерки с плюсом. Обратите внимание на густоту пальм. Очень зеленый, очень зеленый остров. Отель уже не новый, отель около 20 лет, и он уже такой весь матерый. Матерый, очень, ну на самом деле очень зеленый тропический остров. Также гордимся с нашим домашним коралловым рифом. И у обоих отелей Robinson очень классный домашний коралловый риф. 121 вилла. Виллы как на воде, так и на пляже. Сейчас вы, конечно же, видите фотографии уже старые, так скажем, да, потому что, конечно же, вид номеров абсолютно изменится после реновации, но будет интересно узнать ваше мнение, потому что сейчас вы видите одно, да, и через некоторое время отель будет совершенно по-другому преображен, выглядеть по-другому, поэтому будет интересно узнать ваше мнение, насколько действительно изменился отель. Поэтому сейчас запоминаем то, как выглядит интерьер номеров, и сравним его потом уже с новыми кадрами. В отеле два ресторана, бар. Быть может, будут изменения также и в барах, и в ресторанах, поэтому об этом мы обязательно сообщим в следующий раз. Но те же самые вечеринки, которые зажигают сердца, которые запоминаются надолго, останутся в отеле, и даже, естественно, добавится что-то новенькое. Такие красивые кадры. Кстати, в отеле Robinson Maldives очень красивые закаты. Друзья, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Будем рады ответить на любые вопросы, предоставить информацию по отелям Robinson. Я и моя коллега Ольга на связи. Давайте, наверное, ответим на вопросы. Друзья, я прошу прощения, но через 8 минут у нас начинается очень срочный конференц-звонок с нашими директорами отеля Robinson, поэтому я постаралась оперативно предоставить всю самую-самую необходимую информацию. Давайте, наверное, ответим на вопросы. Милан, давайте я вам помогу, чтобы не искать. Вот, пожалуйста, просят описать мини-бар в Robinson Nuno наполнение, какие есть вина, есть ли там просека. Нет, в мини-баре нет просека и вин. Нету, да? А что там есть? Безалкогольный. Да, да. Ну, да, чуть попозже его посмотрим еще раз. И вот вопрос такой, значит, с тренажерного зала есть лист на тягу, на внутреннем фоне острова. Вот, по-моему, люди, когда есть тренажер и лист на тягу. Юля, видно, что продавала розыск, поэтому вопрос и постоянно делала. Да, да, да. А, так, из тренажерки, можно вспомнить. По-моему, нет, на тягу. Субтитры сделал DimaTorzok в первую очередь. Очень серьезный соотнос стоит. Субтитры сделал DimaTorzok Два отеля. Робинзон Нуну находится в отеле в Атоле Нуну. И Робинзон Малдикс находится в Гаафу Алифу Атоле. Вот Робинзон Малдикс закрывается на реновацию. Так, ну смотрим видео. Вот он чудесный инстаграмчик. Да, можно все это, конечно же, использовать для ваших социальных сетей. Вот, собственно, и все. Так, а давайте еще тогда поставим общий ролик про Робинзон. И я пока еще скажу пару слов. Во-первых, коллеги, все файлы открыты для скачивания. Вот All-Inclusive, да, у нас все, можно посмотреть, что входит. Это все обязательно, конечно же, да, предоставляется для вас для скачивания наш. Красивый завтрак плавающий. Если хотите скачать все файлы, пожалуйста, нажимайте три точки в правом углу экрана. Все можно скачать. Но, опять-таки, у нас это все предназначено в основном для работы, для просмотра с компьютером. Да, давайте еще разочек посмотрим. Такой очень красивый, с классным пляжем. Да, пишут, с телефона не скачивается. Но нужно, да, скачать с телефона. С телефона все скачивается. У вас же все это будет доступно в записи, поэтому там все презентации с контактами в конце нашей презентации можно будет еще раз посмотреть. Просто спрашивают про телефон, про контакты наши. Продолжение следует... Ну что ж, всем огромное спасибо еще раз. Желаю хорошего продолжения дня и, конечно же, хороших продаж. Спасибо большое, Милана. Спасибо большое, коллеги. И, да, сейчас ссылку на Телеграм давайте тоже откроем. Да, презентация. Еще раз, значит, по поводу всех презентаций, по поводу записи эфира. Да, ту почту, которую вы указали при регистрации. Сегодня вам отправят ссылочку на папку, в которой будут все записи эфиров. И также все материалы от всех отельеров, которые вы посмотрели в течение... Чьи презентации вы видели в течение нашего четырехдневного курса. Значит, ждем вот эту папочку, ждем ссылку на это от нашей техкоманды сегодня в течение дня. Накидайте огонечков, что... Поняли, я целый день отвечаю на этот вопрос, но нам нужно было время, чтобы подготовить просто все файлы, потому что они огромные. Было бы хуже, если бы мы вам прислали записи, она была бы такой огромной, что у вас бы ничего не грузилось. Так, это первый вопрос. Второй вопрос. Как вам наш курс? Значит, накидайте огонечков, если вам понравилось. Я понимаю, что да, конечно, это занимает время, но, тем не менее, чтобы получить новые знания, нужно время, поэтому мы решили вам давать материал вот в таком вот виде. Завтра приглашаем вас к 10 утра на наш эфир. Сначала мы подведем итоги, ответим на ваши вопросы. То есть, если нужно... Ну, если у вас какие-то вопросы по продукту Мальдив, завтра вместе с Анной Илюхиной, нашим руководителем отдела Мальдив, мы ответим на все вопросы. Потом не забывайте, что у нас есть почта, как я уже говорила, z-sobaka-inturist.ru. Если у вас какой-то частный вопрос, вы что-то не понимаете, боитесь забронировать, потому что, ну, как бы вот... Потом, опять же, не забываем, что многие перелеты, если вы бронируете уже с перелетом полный пакет, то там есть тайм-лимит, да, и вот очень много по тайм-лимиту вопросов, как сделать так, чтобы билеты не слетели, чтобы точно все получилось и так далее. Вот на эту тему, пожалуйста, z-sobaka-inturist.ru пишите. Ну, кстати, по теме вот этих вот билетов на ГДС хочу сказать, что обычно где-то, если мы летим аэрофлотом, то на сутки подвешиваются билеты, то есть за сутки надо успеть оплатить и выписать билеты. У других авиакомпаний по-разному. Если это какой-то... ну, если это дискаунтер, там, конечно, времени меньше. Ну, пока что у нас не летают авиакомпания «Победа» и другие наши лоукостеры на Мальдивы, где тайм-лимит всего 15 минут на выписку билетов, поэтому мы можем быть спокойны. Да, вот GDS – это жесть, постоянные доплаты, пишет Татьяна. Вот смотрите, чтобы вот не попадать на эти доплаты, мы вам рекомендуем всегда быть, ну, в контакте с нами. Когда вы сажаете заявку, значит, сразу же оплачиваете, оплачиваете именно часть, которая касается билетов. Вот, либо вы проговариваетесь туристами, что если вот этот отель вам не подтверждают, они встаются на билетах и вы им ищете другой отель, так тоже, в принципе, можно сделать. Вот, и выписываем, вот эти билеты мы выписываем, это у нас пока что такой единственный выход, чтобы это все заплатить без доплаты. Естественно, вы нас информируете о том, что оплата за билеты была произведена. Так, завтра, что вас ждет завтра? Завтра мы уже не учимся, ура-ура, у нас не будет вебинаров, у нас будет тест. Мы всех приглашаем к 10 утра на наш небольшой эфир. Мы подведем итоги, ответим на какие-то самые зловотрепещущие вопросы. Мы стараемся быть туроператором с человеческим лицом, поэтому стараемся на все отвечать. Вот, если вы хотите новые курсы, не обязательно по Мальдивам, то завтра, пожалуйста, ждем ваших идей, так что приглашаем вас завтра с нами активно пообщаться в чате. Вот, и потом где-то, наверное, ну там в 10.05, в 10.10 мы откроем тест. Будет 15 вопросов от наших отелей и парочек от Интуристы. Ничего сложного. Все, кто смотрел наши вебинары, легко на них ответят. И мы приготовили подарки. Во-первых, все, кто правильно сдадут тест, они получат именной сертификат от нас по электронной почте о том, что вы прошли курс по Мальдивам. И второе – это подарки первые 15 слушателей, кто первыми быстро, правильно ответит на все вопросы, получают подарки в виде ваучеров, либо в виде каких-то подарочных наборов от наших замечательных партнеров. Вот, на сегодня все. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш Телеграм Интурист Про, подписывайтесь на Телеграм-каналы наших замечательных ательеров. Ждем всех завтра на тестирование. Я с вами на сегодня прощаюсь. Всем хорошего настроения, суперских продаж. Камиля, по поводу сдачи теста с телефона, давай попробуйте, если у вас там тачпад работает и все хорошо, но я не обещаю, что все прямо получится, потому что все-таки эта платформа, она заточена под общение на компьютере, либо на ноутбуке. Вот, такие дела, вот кричат, что уже, не кричат, говорят, что уже и Китай хотят, что-то еще хотят. В общем, ждем завтра, завтрашние все ваши идеи. Вопросы к вам я озвучила, это ОАЭ хотят. Вот, отлично, вот ОАЭ я уже готовлю такой курс. В общем, ждем ваше общение с вами завтра. Всем до завтра, хороших выходов, ой, господи, хороших продаж, хорошего окончания дня сегодня в четверг, завтра в пятницу. Всем Мальдив, как говорит Марина Лешко, да, и наши замечательные резорты, сам Сиам. Всем до завтра, увидимся, продолжим наше общение, будем сдавать тест. Хорошего дня, всем до завтра, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok